Я вижу, что меня хорошо слышно. Я хочу сейчас обратиться к тем людям, которые еще не в программе. Те, кто еще не является участниками тренинга. Давайте сейчас я посмотрю, кто у нас присутствует. Поставьте, пожалуйста, Q1, те люди, кто не в программе. И теперь поставьте, пожалуйста, цифру 2, те люди, которые ни разу не были на наших вебинарах. Вот те только сегодня первый раз вообще присутствуют. Есть такие люди у нас, кто ни разу не был на вебинаре. Ребят, вот сегодняшняя встреча, она для тех людей, кто уже был на вебинарах. Я рекомендую вам изначально прослушать вебинар общий, потом приходить уже на маркетинг. Потому что это для вашего результата прежде всего необходимо. Для того, чтобы именно у вас правильно сложилась картинка восприятия. И сегодня я предупреждала всех вчера, что сегодняшний вебинар только для партнеров и максимум для тех людей, кто уже слышал хотя бы один-два раза вебинар, кто вообще уже имеет представление. Поэтому в любом случае решать вам, но для того, чтобы себе не навредить, чтобы у вас правильно сложилась картинка представления о бизнесе. Потому что я сегодня ничего не буду говорить о обучении. Только маркетинг, только цифры. Будем разговаривать только с теми людьми, кто уже понимает, как и что. То есть это внутренняя работа. И если вам будет что-то непонятно, то я просто рекомендую вам, а вам будет непонятно, начать именно с самого начала, так как нужно начинать. Хорошо, давайте начинаем. В каком формате мы сегодня с вами построим разговор? Я хочу, чтобы мы с вами сегодня пообщались, потому что в основном здесь присутствуют сегодня те люди, с кем мы уже хорошо знакомы, лично знакомы. И возникли вопросы по маркетингу. Просто пересказывать маркетинг, я думаю, не имеет смысла. Или имеет. Как вы считаете нужным? Мне с самого начала начать рассказывать, и вы будете задавать вопросы, либо мы сразу начинаем с вопросов. Давайте начнем по порядку. Нужно рассказывать маркетинг подробно сначала, потом вопросы. Все сначала. Хорошо, давайте тогда так. Я понимаю, давайте я начну рассказывать с самого начала, но мы будем пошагово останавливаться сразу. Вопросы будут сразу. Сейчас я расскажу вам. И вопросы, все, что касается реферальной программы. Хорошо? Затем базовую рассказываю. Все вопросы, то, что касается базовой. Согласны? Плюсики поставьте, кто согласен. Будьте внимательны, когда вы делаете рассылку. У нас сейчас произошли уже такие случаи, когда люди просто меняют цифру и регистрируются под другого пользователя автоматически. Если вдруг, смотрите, какие бывают ситуации при регистрации реферальной. Необходимо зарегистрироваться и подтвердить на почте свою активацию. То есть зайти в свою почту и подтвердить активацию программы. Дальше, когда люди, ладно, я сразу скажу, это к базовой относится. Напоминайте, пожалуйста, всем людям, которые у вас оплачиваются. После того, когда люди оплатили курс, то есть отправили деньги, необходимо зайти в свой личный кабинет и сделать покупку курса, провести покупку курса через кабинет. Вы нажимаете курс 1, купить курс, добавить заявку и последняя кнопочка нажимаете. То есть обязательно все, кто не знает еще, потому что за некоторых мы делали это сами, обязательно нужно проводить через кабинет покупку курса. И просьба обязательно, вот давайте будем помогать друг другу, потому что сейчас в ближайшее время мы объявим начало второго курса. И это занимает очень много времени. Будьте внимательны, пожалуйста, чтобы ваши люди не просто оплачивались, чтобы обязательно сразу же, лучше это заранее сделайте, проводили покупку курса. Кому непонятно о том, о чем я сейчас сказала, о покупке курса. Для того, что нужно отслеживать, чтобы ваши приглашенные... Сейчас в программе готовятся все подсказки, чтобы человек заходил, и у него выходила подсказка купить курс. Пока этого нет, пока доработка кабинетов идет, понятно ли о том, что нужно делать. Также сейчас готовятся в кабинетах изменения, чтобы вы видели, когда регистрируете не только свой ID, но и чтобы стояла фамилия, имя человека. Человек, когда будет регистрироваться, он будет видеть не только ID, но и вашу фамилию, имя. Немного, но один-два случая было, когда люди уходят под другого человека. Если вы сделали неправильную регистрацию по какой-то причине... Хорошо, я сейчас скажу про покупку курса через кабинет. Ребята, помедленнее, я сейчас буду на все ваши вопросы отвечать, потому что вопросы есть, я хочу, чтобы вы были... Забрались совсем. Сейчас будет очень много делаться доработки в программе, чтобы вы видели не только тех людей... Давайте я сейчас сразу про это скажу, уже общие вещи, и вам станет понятно, чтобы... Сейчас вы видите всех просмотр дерева. Сейчас идет доработка в программе, чтобы вы видели фамилия, имя в дереве, а не только логины. Это будет сделано. И также сейчас идет доработка, чтобы вы видели... Я пока не знаю точно, в каком это будет формате сделано, но мы сделаем максимально, чтобы вы видели и реферов, не только своих, но чтобы вы видели реферов своей структуры. Это очень важно, потому что вы будете видеть, какая в принципе у вас сейчас проходит работа на глубине. Возможно, это будут видеть не все, возможно, это будут видеть только руководители структур. Те люди, которые на самом деле работают со структурами, мы будем давать дополнительный доступ для этих людей, чтобы вы могли видеть всю структуру и могли понимать, где в какой момент нужна поддержка людям, не те, которые зарегистрировались уже, а те, которые пока еще являются реферами. Это тоже будет сделано. Сейчас будет очень много доработок по кабинету, что вспомню, ссылка не кликабельна. На данный момент ссылка пока не активна, но это сейчас тоже делается. Когда вы отправили деньги, либо до этого, необходимо зайти в свой личный кабинет. Нажать кнопку первая, курс 1. Записывайте. Курс 1, кто не знает. Сейчас там исправится, будет написано курс базовый, курс бизнес. Пока это написано курс 1. Курс 1. Дальше. Купить курс. Внизу кнопка большая зеленая. Дальше сбоку, с правой стороны, добавить заявку. Если сейчас у вас перед глазами кабинет, вы можете зайти в свой личный кабинет и посмотреть. Откройте, кому это нужно. Лучше это видеть. Все, что я сейчас рассказываю, мы это сделаем. Сделается видеоролик, где это будет все написано. И подсказки в кабинете будут, когда вы будете кнопку нажимать. Курс 1. Купить курс. Добавить заявку. И дальше там, я не помню, еще одна кнопочка. Подтвердить заявку, по-моему. Это нужно делать обязательно для всех новых людей. Пожалуйста, всем. Предупрежайте. Наплыв сейчас будет очень большой людей на второй курс. И мне просто физически тяжело, пока на данный момент мы еще не включили автоматизацию. И я думаю, что все же доведем, вместе с вами справимся, чтобы довести вас до входа в бизнес-программу. Только после этого сделаем автоматизацию. Так, я думаю, будет для вас лучше. Поэтому вы максимально должны выполнять и подсказывать всем своим людям все действия, которые необходимо в кабинете сделать. Именно покупку курса. Когда вы ставите заявку на вывод средств, то же самое. Вы ставите заявку на вывод средств. Сейчас там пока нет графы. Введите свои данные. Мы это пока специально не делаем, потому что это конфиденциальная информация. Она не должна храниться ни на чьих серверах, ни на наших базах в том числе. Поэтому, когда вы делаете заявку на вывод средств, пишите в Skype. Свои данные, карту, фамилии, имя, отчество, куда отправлять деньги. Потому что мне приходится дополнительно, опять же, затрачивать время, связываться с вами. Не я всегда на связи, не вы все на связи. Это занимает время. Поэтому, когда вы делаете заявку на вывод средств, вы же понимаете, что я не могу ваши мысли прочитать и не знаю, на какой счет и куда вам отправлять деньги. Голубями не умею. Поэтому обязательно пишите в Skype реквизиты для вывода денег. Давайте так. Кому не понятно, что нужно делать покупку курса, поставьте один. Кому не понятно. Да, в Skype ко мне лично на данный момент. По вопросам оплаты и вывода денег, это лично ко мне в Skype. Так, Людмила Краснодар, непонятно. Людмила, вы сегодня первый раз? Зайти в кабинет, посмотреть, что там есть. Потом уже у вас возникнут те вопросы. Сейчас вам будет непонятно. Не тратьте, пожалуйста, время. Лучше включите сейчас запись вебинара. И послушайте еще раз вебинар. Либо начните читать книгу. Вот это вам гораздо будет полезнее время, проведенное для вас, чем вы потратите сейчас свое время на то, что вы будете присутствовать здесь и ничего не понимать. Будут еще подобные встречи и будут постоянно проходить. Цените свое время, прежде всего, своей жизни. С первого класса в одиннадцатый не перепрыгнуть. Вы сейчас хотите прыгнуть. Хорошо, Людмила? Вы меня сейчас услышали, скажите. Алло, Людмила. Все, Людмила. Я думаю, что вы меня услышали и поняли. Потратьте время лучше на чтение книги, либо послушайте вебинар полный. Так, отвечаю на ваши вопросы. Я вижу, что если рефер, рефер, так как только человек зарегистрировался, давайте по реферам. Как только человек зарегистрировался по вашей реферальной ссылке, он сразу же отражается в вашей реферальной списке приглашенных. сразу же отражается в списке приглашенных, по-другому просто быть не может. Как только человек оплатился и мы его активировали, он отражается в вашем дереве. Если человек зарегистрировался, но не отражается, значит он либо не зарегистрировался, либо он зарегистрировался неправильно. Зарегистрировался неправильно, может в одном случае, если неправильную ссылку вы отправили. Других вариантов нет. Мы не можем никого удалять из базы. Не работают у нас те функции, это невозможно делать в бинаре. Поэтому, если человек сделал неправильную регистрацию, у него есть только один вариант зарегистрироваться под другой почтой. Все, других вариантов нет. Мы ничего ниоткуда не удаляем, они там остаются в базе навсегда, под неправильной регистрацией. Поэтому, если у вас рефера нет, пусть регистрируется еще раз под вас, под другой почтой. Это понятно? Понятно? Пишите мне что-нибудь, я хочу видеть, что вы меня понимаете. Нигде не нужно искать, Наталья. Нужно просто, напросто, еще раз человеку зарегистрироваться правильно под вашей реферальной ссылкой. Не надо никого искать. Он неправильно зарегистрировался. Все понятно. Продолжаем. Регистрируются люди, получают свой кабинет, получают свою реферальную ссылку. Сейчас строка «Скайп», она готовится. Возможно, сегодня-завтра она уже появится. У вас обязательная строка будет при регистрации «Скайп», для того, чтобы вы могли связываться со своими приглашенными личными по «Скайпу». вы будете видеть их «Скайп». Это хорошо. И, как я сказала, вы будете видеть не только чуть позже своих лично приглашенных, вы будете видеть тех людей, которых приглашают они. Это тоже хорошо. Это вам будет более полную, ясную картинку давать, потому что мы сейчас этого не видим. И мы-то это видим, вы этого не видите. И у вас неполная картина складывается, что у вас происходит внутри и на глубине. А это очень важно, потому что я вижу, какие у вас там начинают цепи уже простраиваться. В пятом и шестом уровне, и какие люди приходить. А если вы не видите, у вас такое ощущение, что как будто бы ничего не происходит. На самом деле, это ничего происходит у вас внутри. Дальше, после того, как решил оплатиться, как я вам сказала, он отправляет деньги пока на счет, но максимально быстро будет создана программа. Мы, скорее всего, оставим и ручную программу, и сделаем на первое время еще пока автоматическую проплату, чтобы вы сами выбирали, как вы хотите оплатиться. Либо вручную, либо, скажем так, автоматически, чтобы идти в бинар. Но мы это с вами еще обсудим. Обязательно дальше вы делаете заявку покупки курса через кабинет. Про реферов давайте расскажу еще поподробнее. Значит, если вы рефер, вы получаете только один вид дохода за лично приглашенного. 1500 плюс существует, ТО называется, техническая оплата кабинета. Вот давайте про это повнимательнее. Правила все будут тоже на этой неделе уже выложены. Это будет все написано, пока я вам это устно рассказываю. А почему устно? У нас же это с вами есть. Наверное. Сейчас я посмотрю в слайдах. Так, давайте вот этот слайд посмотрим. Техническая оплата кабинета. Смотрите, вот сейчас по технической оплате кабинета. Платится 10% от суммы, но не более 1000 в месяц. Что это значит? Вы видите, что вам за лично приглашенного начисляется 1500. Я сейчас буду это маленько писать, чтобы вы... Алло. 1500. Минус 10% это получается... 150 рублей получается 1350. Это у вас к получению. И, то есть, не сразу снимается 1000 со всей суммы. 10%, но не больше 1000 в месяц. Как только набегает у вас 1000, дальше вы будете получать за личника в этом месяце полторы, за степ 2500. И за степ у вас начисляется 2500, а если за минусом 10%, то получается 2250. Поэтому у вас такие суммы получаются. Но это не больше 1000 в месяц включается. Когда вы будете зарабатывать 10, 15, 20, 30 и 50 и 250 тысяч в месяц, это все равно будет не больше 1000 в месяц. Сейчас это... Кому это непонятно? Конечно, будет, Татьяна. Ну, вот давайте так, ребят. Вы пришли первые. Мы сразу резко начали, потому что всем нужны результаты сегодня и сейчас. Всем нужно срочно закрывать долги. У нас есть с вами два варианта. Либо мы будем с вами вместе ждать, когда все технические вопросы потянутся, а всегда будут те, кому-то, кому чего-то как-то где-то надо. Либо мы будем с вами уже очень быстро в технических вопросах продвигаться. Знаете, кто не продвинут в интернете, но каким-то образом продвинулись на 2,5, на 3 миллионные долги. Я не думаю, что вот кто-то прям совсем-совсем не продвинут. Очень выгодно иногда некоторым не хотеть ничего уметь. Да, и максимально вот этой работы вы, как спонсор, вы за это именно и получаете деньги. Потому что, смотрите, все хотят у себя большие команды иметь, но очень многие не потому что плохие, потому что не привыкли. Не мамы, а кукушки настоящие. Подписали и бросили. Элементарно, у вас человек зарегистрировался, откройте с ним кабинет, покажите, расскажите. Для этого самому нужно понимать. Но это очень просто, сесть и разобраться. Это ваш бизнес-инструмент, это ваша работа. Вы должны знать все ходы, входы и выходы во всем кабинете. Как, что, чего, почем. И все уметь объяснить абсолютно прежде. По-другому нельзя относиться к бизнесу. Это как автомобиль, который вас кормит. А вы не знаете, где у него руль, где педаль газа, где у него что. Спасибо, Тамар. Посерьезнее относитесь к бизнесу. Мы не будем никого кормить с ложки. Чтобы вы зарабатывали 2-4 миллиона, никто не будет раскладывать в рот и сжевать еще за вас. Это ваш бизнес. Начните относиться к себе как к бизнесмену, как к предпринимателю. Возьмите личную ответственность абсолютно за все. Никогда не возникает вопросов у тех людей, которые сами привыкли все делать. Не садиться на чужую шею, не тратить чужое время, а лично разбираться во всем. На самом деле, даже из того, что там есть, там все понятно. Да, Ирина, есть спонсор вышестоящий. У вас очень много вышестоящих спонсоров. И спонсоры есть, которые знают, как и что нужно делать, какие кнопки нажимать, как делать вывод. У вас есть спонсор Светлана Глушкова, у вас есть Александр Шехерев, у вас есть Галина Овтина. Они очень хорошо разбираются в кабинетах. Поэтому я согласна, что нужно объяснить. Так, продолжаем. Я сейчас... Это не претензии с моей стороны, ни в коем случае нет. Это просто первая наша встреча. И вы первая группа, вы первые люди, которые сейчас это все проходят. И технические трудности я вас предупреждала, что они будут. На самом деле, это даже не трудности, это вообще такие мелочи. Просто вот сейчас, сегодня мы с вами на это побольше сделаем акцент. И вы уже этому научитесь. И дальше вы уже будете со всеми своими людьми делать уже все правильно. Этих вопросов и в принципе возникать не будет. На техническую базу мы, конечно, максимально будем подтягивать, поверьте. Сделаем кабинет максимально удобным. Так, значит, есть техническое обслуживание кабинета. В бизнес-программе это 10%, но не больше 3000 месяцев. Возникает вопрос, когда вы как рефер видите в кабинете, оплачивать нужно 1000. Некоторые это видят. На самом деле, это написано как раз про техническое обслуживание 1000. Ничего оплачивать дополнительно не нужно. У некоторых людей вопрос эти возникает. Мы тоже это в кабинете поправим, чтобы по-другому это было описание, чтобы оно некоторых не смущало. Если рефер, давайте про рефера теперь поговорим. Если вы как рефер пригласили человека, но сами вы остались рефером, то человек уходит от вас, вы получать за него будете всегда как рефер. Человек уходит от вас в бинар под вышестоящего спонсора, тот, который есть в бинаре. Вот здесь на этой табличке очень хорошо видно, сколько вы как рефер получаете. Если вы просто приглашаете рефера, ничего не получаете. Приглашаете участника в базовую программу, вы получаете 1500. Это за минусом 10% будет, если это первая выплата. Если вы в базовую годовую приглашаете 6000, получаете. И если вы в бизнес приглашаете, я вот у себя не вижу, сколько вы здесь получаете. По-моему, 10000, да, или 8, сколько написано. Меня почему-то экран не показывает мой. 10, спасибо. Вот, вот столько получает рефер. И вот смотрите, вчера был вопрос такой. Если рефер на второй квартал, допустим, оплачивается, встанет ли он в начале своей структуры? Не встанет. Если вы как рефер зашли, человек однажды, раз и навсегда ушел в бинар, он навсегда в бинаре встает под вашего вышестоящего спонсора, ну, в структуру вышестоящего спонсора. Вы как рефер придете, встанете, личники у вас в кабинете будут видеться, программа будет видеть, что личники у вас есть, они будут считаться вашими личными приглашенными, возможно, у вас их 10 уже будет. Но под вами их не будет, они будут раньше, они же раньше в бинар встали. И вам в любом случае нужно будет еще приглашать людей для того, чтобы личную ногу свою выстраивать. Но там, как правило, и спонсорскую ногу нужно будет ставить. Поэтому это вариант хороший для того, чтобы заработать деньги на тренинг, но он для вас невыгодный абсолютно. Но как вариант это возможно. Как вариант это возможно. Вот этот момент с реферами, понятно, либо непонятно. Кому непонятно, честно пишите, я еще раз буду объяснять, чтобы вам было понятно, потому что это вам передавать дальше. Какие бы ни были ролики, всегда будут вопросы. К вам же вы и ваших людей. Всегда будут вопросы. Вы должны четко понимать, как что работает, чтобы вот эти маленькие технические нюансы не накладывали картинку, что вы чего-то не понимаете. Потому что когда человек не понимает, это выглядит, как будто вы сомневаетесь. Как выйти на Бинар, Халид пишет. Бинар, Халид, вы заходите в свой личный кабинет, открываете сейчас все свои личные кабинеты. Параллельно вкладочку делаете, открываете личные кабинеты, чтобы вы глазами смотрели. Я буду говорить, а вы будете глазами в них смотреть и видеть. Вы нажимаете курс 1, Халид, и у вас там есть внизу кнопка просмотр дерева. Еще раз. Если вы рефер, и вы просто приглашаете людей, вы не оплатили участие в курсе, вас в Бинаре нет. Вас программа не видит. Я сейчас следующий слайд вам покажу. Вот этот. Вот смотрите. Хорошо, Галина. Покажите, пожалуйста, Халид. Вот Галина вам покажет. Халид, вы можете связаться с Розиной на самом деле. И, Халид, Розина, ты же здесь? И Розина покажет, как выйти на Бинар. Поэтому это работа со спонсором прежде всего. Розина знает, как, где, что, куда нажать и как выйти на Бинар. Такие вопросы. Обращайтесь, общайтесь с частью. Вот видите, Халид, Розина вам пишет. Покажу. Обращайтесь чаще к своему спонсору. Вы сидите, у вас есть вопросы, вы не звоните спонсорам. Нужно общаться. Так, вот смотрите, как это происходит. Вот вы рефер. Видите, вот стоит человек. Написано, вы рефер. И какие варианты развития. Первый, вот сверху над него человечек. Вы приглашаете рефера. Вот реферы могут приглашать реферов. Дальше идет вариант развития. Если вы приглашаете человека, вот женщина внизу стоит, на 6 тысяч, приглашенный в базовую программу, в годовую программу, он, а вас здесь нет, он уходит под цепочки, либо по цепочке в базовую, либо по цепочке в бизнес программу, смотря где кто есть. Когда будет бизнес программа, а вы, допустим, рефер, человек будет вставать по цепочке, он будет искать вышестоящих спонсоров. Он смотрит, кто первый под вами спонсор. Ага, есть этот спонсор в базовый, значит под него. Если нет, значит под следующего. Также в бизнес программе будет. Человек смотрит по цепочке. Первый спонсор есть в бизнес программе, значит под него. Если нет, он будет 2, 3, 5, 10 искать по цепочке. Это автоматически делает программа. Кто есть в бизнес-программе, если вас в бизнесе нет, а вы только в базовой, эти люди по цепочке будут уходить, все равно подтягиваться к тем людям, которые стоят в бизнес-программе. Это называется компрессия. Вы очень много работали уже с такими похожими программами, поэтому я думаю, что про компрессию всем понятно. Для кого не понятно, здесь очень простое объяснение. Активными нужно быть, когда заработает вторая программа, активными нужно быть и в программе сразу, всегда. Когда вы активны, вы никогда никого не потеряете, 100%. Просто быть рефером – это невыгодно, но возможность такая есть в том числе. Это понятно? Про то, как происходит сжатие, продвижение по цепочке вверх. Если рефер вошел в программу в один месяц с приглашенными, он станет в бинарное место под спонсора. Сначала заходит рефер, потом заходят приглашенные, все встают по цепочке. Если рефер зашел позже, чем его приглашенные, он встает… У рефера же тоже есть спонсор, он просто встает туда, куда укажет спонсор, в ту структуру, в ту ногу он и встанет. Если вы рефер, вы просто потеряли своих приглашенных в бинаре. Вы как за личника за него получать будете, в бинаре в ваши степы они уже отношения иметь не будут. Никогда. Так, по реферам. Есть ли еще вопросы по реферам? Подумайте внимательно. По реферам. Вы можете… Жанна, вы тоже еще не активированы, поэтому вы не видите. Как только вы проплатите программу, у вас появятся в кабинете дополнительные кнопки. Там есть кнопка «Просмотр дерева». И вы нажимаете на эту кнопочку, и у вас вся структура полностью открывается. Как рефер. Если вы рефер, вы будете видеть только список своих приглашенных реферов. Либо человек рефер, либо активен, будете видеть, в какой он программе. Рефер дерево не видит. Дерево видит только… Рефер видит только своих личных. Он не видит, кого его приглашенные приглашают. Он не видит цепочки этой. Я ответила на ваш вопрос. Как рефер вы ничего не можете делать. Вы можете управлять людьми, начинать лично приглашенными, в какую сторону они ставят с момента, когда люди оплатились. Так, хорошо. Есть ли еще вопросы по реферальной программе? Тут все просто. Рефер получает только за лично приглашенного, и рефер в бинаре не участвует. Все, два правила. Рефер занимается только личными приглашениями и получает только за личную индивидуальную работу. В групповой работе рефер не участвует. Его там нет, он за это и получать не будет. Так, хорошо, понятно. Значит, продолжаем с вами дальше. Как рефер вы тоже можете достаточно неплохо зарабатывать. Тут есть такие вот у нас еще слайдики, примерные таблицы. Сейчас я вам покажу. Конечно. Когда вы рефер, вы можете перейти сразу и в бизнес, и в базовую. Рефер может хоть куда пойти? Он может перейти сначала в бизнес, потом в базовую. А вот, хорошо. ЗТО 1000 рублей со всех или кто получает, удерживает. Вы получаете. Никто получает. Вы же получаете, Ирин, деньги. Вот, ага, я поняла. Вы получаете деньги. С вашего зарплаты, с вашего дохода 10%, но не больше 1000. Смотрите, если у вас всего лишь упало за месяц 5000, допустим, то с вас снимется 500 рублей в этот месяц. Не 1000, а 500 рублей. А если у вас на следующий месяц 15000, то с вас все равно 1000 только снимется. А если у вас в этом месяце 3000, то у вас 300 рублей снимется. Если вообще нет дохода в этом месяце, то ТО не снимается. ТО только за конкретно фактическое получение денег снимается. То есть, если у кого-то сегодня в месяц получилось 2700, значит, это будет 270 рублей. Все. Никаких там минусов, долгов, ничего не выставляется. За конкретно по факту оплаты в месяц. Так, вот, вы перешли уже по бинару. Но давайте я расскажу вам. Так, сейчас секунду, я открою табличку, чтобы вы пока смотрели. Начисление степов. Вот, если вы смотрели, с тем, с кем я общалась, вы уже это знаете. За лично приглашенного, вот все видели, кнопочка счет есть. За лично приглашенного 1350, но сейчас пока у всех 1350, когда уже побольше у вас доходы будут, вы там будете видеть другую цифру. Начисляется 1350 сейчас. За степ, есть там внизу две строчки. Начислено степов, собрано степов и начислено степов. Обращали внимание, кто не обращал, посмотрите. Когда вы нажимаете курс 1, вот эта таблица, где все прописано, поочередно в обе ноги. Так, сейчас еще про поочередно в обе ноги поговорим, уже в базовую пойдем. Значит, вы... Степы начисляются, вот в счете отражаются, один раз в час. Если за лично приглашенного начисляется сразу же, то степы просчитываются один раз в час. Объясняю почему. Потому что просчет же идет не только вашего степа, а вся цепочка людей, которая стоит над вами, все получают деньги. У многих в этот момент срабатывает тоже степ, не только у вас. Поэтому просчет программа делает не ежемоментно, раз в час срабатывает счетчик просчета степов. Поэтому вы их в начисленных уже видите, в собранных, в собранных, что степ собран. А в 0-0 минут счетчик срабатывает, и у вас эти деньги вы видите на счету у себя за степ. Поэтому как только человек у вас активировался, если время, допустим, 15 минут или 20 минут, вы деньгами это увидите, когда 0-0 минут пройдет. Это понятно, что раз в час считаются степы. В начисленных и в собранных может стоять по-разному. Но каждый час происходит обновление, и вы увидите деньги. Поэтому когда у вас человек активировался, обращайте внимание не только на сумму, но и в начисленные степы. Нет, конечно, вывод средств так не будет постоянно, это невозможно физически лиде. Как только будет автоматизация, вывод средств будет, я это говорила. Вывод средств сейчас, пока он идет ежедневно, дальше вывод средств будет проходить еженедельно. И так как сейчас все это присоединяется к налоговой базе, присоединяется к нашей всем и с нашей, с вашей стороны, стопроцентной плате налогов, будут работать люди, которые будут заниматься выплатами. И все официальные деньги будут поступать именно на счет, потому что все будет платиться за каждую сумму. Это будет официально выплачиваться налоги, и за нашу, и за вашу. Поэтому делать тишесекундные выплаты при полном налогообложении это невозможно. Выплата будет происходить дальше раз в неделю. Сейчас пока так, это вот так. Но мы сейчас очень быстро, максимально все силы прикладываем. Сейчас вот просто приезд Майкла Роуча, еще вы понимаете, и технические сайты нужно подтянуть. Но это буквально вот очень быстро, и дальше все это будет уже так, как должно быть. Каждый будет платить за себя. Компания платит за свои доходы, вы платите за свои доходы. Налоги каждый будет платить сам. Это давайте сейчас мы эту тему не будем. Сейчас у нас тема немного другая. Как только мы к этому подойдем, юристы сейчас над этим работают. И мы, когда тему эту прорабатывали, мы еще не знали, как у нас будут данные подключаться, Ирин. Сейчас мы видим, что страны разные, поэтому с Россией будет одна система, со всеми остальными странами будет отдельная система разрабатываться. Да, да. Для России будет раньше правило введены, для тех, кто в других странах находится, для тех уже будет индивидуально, постепенно вводиться тоже эти правила. Поэтому вам чуть побольше, вы будете самостоятельно выплачивать свои налоги. Но со всеми все прорешаем. Так, ну что, продолжаем, да, я думаю? Так, мы начали с вам про счетчики, я вам сказала. Давайте так, переходим в бизнес-программе. Так, что-то у меня слайд не загрузился, ну ладно. Ну вот, давайте я вам вот эту, я надеюсь, сейчас загрузится, да. Вот смотрите, это просто таблица, мы ее посчитали для того, чтобы вы видели примерно, сколько можно зарабатывать. Количество лично приглашенных в месяц, допустим, вы можете каждый месяц приглашать по 10 лично приглашенных. Сколько при этом вы будете зарабатывать? Если вы в программу базовую приглашаете, вот программа старт, программа премиум дальше будет. Я сегодня вам, наверное, все же про премиум пока рассказывать не буду, пусть у вас это уляжется, иначе у вас каша будет в голове. Это основное место. Премиум – это когда на 62 тысячи входить, хотя, может быть, я расскажу по вашим запросам. Основное место, если вы оплачиваете, смотрите, вот тут еще такой моментик, я про это вам никогда не говорила, вы будете получать по, как рефер, по 10 тысяч, а те, кто находятся в бизнес-программе, 12 500 за лично приглашенного, вы будете получать не только за лично приглашенного, за основное место, вы будете получать за каждое место, вот ваш лично приглашенный, допустим, он активирует 5 дополнительных мест постепенно, и вы за каждое из этих 5 дополнительных мест будете получать, как будто бы это пришло у вас новый лично приглашенный. То есть по факту вы будете с одного человека 5 раз получать, понятно, да, за каждое дополнительное место. Вот здесь это и написано, 4 доп. места – 40 тысяч. И это очень хорошо, на самом деле. Кто не понял о том, чем я сейчас сказала? Это говорю про бизнес-программу. Видите, бизнес-программа написана. Да, то есть не только за основное место, но когда человек активирует доп. места, вы еще получаете дополнительные деньги. Поэтому как рефер, даже если вы будете, когда вы вот сейчас просто все только в стартовой, придет время, когда у вас будут люди и в премиуме находиться. Рефер – бесплатный вход. Рефер – просто человек, который зарегистрировался и просто приглашает людей. Может быть, будут просто организаторы тренингов, но это невыгодно, но я как вариант это рассматриваю. Либо просто человек, который будет сидеть и просто приглашать людей, и у него люди будут заходить на 125 тысяч. И он будет сидеть за каждого человека по 10 тысяч получать. Он сам просто приглашает. Он как на работу ходит, по факту получает. Наталья, про нечем оплатить так не бывает. Либо вы умеете считать свои деньги, либо вы не умеете считать свои деньги. Либо вы будете работать в одно лицо, сами на себя, вот поштучно, либо вы будете получать сгруппоты. Это просто непонимание, как устроен этот бизнес. Полное, абсолютное непонимание. Если сейчас вам купить квартиру, я скажу, что за 15 тысяч я вам квартиру продаю, вы быстро найдете 15 тысяч. Не придумывайте себе оправданий. Не надо себя жалеть. Всегда есть возможность. Даже кажется, что ее нет, она все равно на самом деле есть. Так, давайте. Базовая программа. Валентина Алимова говорит, повторите. В бизнес-программе, давайте я повторю, это к бизнесу относится, поэтому в бизнес-программе повторю. Давайте поподробнее сейчас разберем программу базовую. Как только вы оплачиваете тренинг, то есть смотрите, чем разница между реферальным и базовой программой. Что вы получаете не только за лично приглашенного, как рефер, вы получаете за командную работу. У вас включается второй вид дохода за командную работу со всей структурой рефералов. В базовой программе есть два вида входа. Есть старт и есть премиум. Все сейчас мы заходим на старт. Участие 62 тысячи, если вы годовое участие оплачиваете, и 15500, если вы оплачиваете квартал. Один онлайн-курс получаете, и три месяца участия в партнерке. Если вы заходите сразу на год, то есть оплачиваете 62 тысячи, смотрите, вот 15500, четыре раза, это и будет те 62. Но если вы это делаете сразу, одномоментно, тогда вы получаете не 4 курса, а 6 курсов в год. Видите разницу? Участие в 6 курсах на выбор, участие в закрытых онлайн-мероприятиях, и у вас повышенное количество степов. То есть в старте ограничения в квартал 250 степов, те, кто в премиум участвует, то есть сразу годовое участие оплачивают, у тех 500 степов в квартал разрешенное количество к получению степов. Есть вопросы по этому моменту? Если у кого-то есть, пишите, если нет, значит продолжаем дальше. Один курс и 6 курсов. Продолжаем дальше. Я покажу вам все же сегодня. Поэтому выгодно, конечно же, на год. Но сейчас все заходят на 15500. Но пройдет буквально, я не знаю, но к окончанию вами первого своего курса уже будут заходить люди, которые будут идти на премиум сразу у вас. И вы увидите тогда другую картинку еще в бинаре. Сейчас я вам покажу. Так, вот это давайте сейчас. Значит, смотрите, доходы для тех людей, которые зашли, и вот сейчас это для вас, да, то, что сейчас есть у вас. Если вы зашли в программу старт, так, меня с маленькой не видно, как-то не очень удобно. Сейчас, секунду, я попробую. Вот, смотрите, два вида входа в базовую программу старт и премиум. Сейчас вы все относитесь к первой строчке старт. 15500. Вы за лично приглашенного получаете 1500. Вы получаете за того человека, который у вас сразу в год будет заходить 6000. И за того человека, который у вас будет приходить в бизнес-программу, если вы сами в старте, а приглашаете в бизнес, значит, вы получаете 10000. И те люди, которые зашли на 62000, то есть сразу оплатили годовое участие, они за личника уже будут получать не 1500, а 2500. То есть, смотрите, те из вас, кто сейчас вот по окончанию первого квартала делает активность не 15500, а оплачивает сразу год 62000, ваши личники начинают оплачиваться. Даже если они на 15500 заходят, вы получаете уже за них второй раз получается не по 1500, а по 2500 через 3 месяца. Скажите, условили сейчас то, что я сказала? Еще раз повторю, вы сейчас все зашли на 15500. Проходит 3 месяца. Вы, допустим, видите, да, я поэтому повторяю, вы видите, что вам степов у вас будет в следующем месяце уже, допустим, много, и вам неинтересно терять свои степы. Поэтому вы оплачиваете годовое участие 62000, и все, больше в течение года вы ничего не платите в базовой программе. Там сейчас еще такой интересный моментик есть, дальше покажу вам. Я еще этого вам никогда не рассказывала, вы никто этого не знаете еще. Вы оплачиваете 62000, но у вас и новые личники же начинают приходить, но у вас начинается и повтор вот этих, ну, как я на вебинаре это говорю, повтор 100 степов и повтор лично приглашенных, которые у вас уже пришли, вот сейчас приходят. И даже если они заходят у вас на 15500 повторно, значит, вы получаете за них не по 1500 уже, а по 2500. И так каждый квартал, так как вы оплатили 62, а если люди даже, а если они заходят на, так же, как и вы, на 62000, некоторые из них будут заходить, нет, доплаты нет, Александр, только полная оплата суммы. У нас нет доплат. У нас либо 15500, либо 62, в другом и не бывает. Конечно, можно сразу зайти на 62000. Все, вы оплачиваете год и спокойно работаете за своих личников, получаете по 2500 сразу за тех людей, кто, смотрите, вот, когда у вас будут заходить люди под вами, кто-то будет, так же, как и вы, заходить по 62. Если вы сейчас находите в программе старт, а люди у вас по 62000 заходят на годовое обучение, то вы за него, видите, получаете 6000, потому что вы сами зашли на 15500. А если вы на 62000 и человек под вами, может быть, ваш личник новый, ваш новый личник, вот вы, допустим, сейчас на второй квартал оплатите 62000, и ваши личники будут так же, как и вы, делать, но частично, кто-то на 15000, кто-то на 62000, по-разному будет. Но те, кто на 62000 пойдут, вы за них 10000 будете получать. По факту это 2500 4 раза. Вы просто сразу, так вы получаете, если не по 15500, по 2500 за них каждый квартал, а так вы сразу, единоразово, за личного приглашенного получаете за весь год 10000. И если вы приглашаете в бизнес программу человека, если вы на 15000 зашли, то 10000 получаете, если вы на 62000. Так, вы меня слышите? Спасибо. Так, сейчас, секунду, слайд открою. Так, вот из того, что я сейчас объяснила, вот по верхней, сейчас дальше я объясню по степам, вот это понятно, кому непонятно, задавайте вопросы. Я вижу, пока в чате постоянно со мной общается человек 10, остальные молчат. Я не очень понимаю, остальные вообще здесь нет. Пишите, пожалуйста, я же вижу вас всех. Так, к этому мы еще вернемся. Хорошо. То есть вы понимаете выгоду. Естественно, человек, который оплачивает сразу все, поэтому ваши доходы, они будут на самом деле еще увеличиваться. Мы сейчас начали с самого-самого простого, с самого-самого маленького, для того, чтобы вы просто начали сюда входить, разбираться, понимать и делать. Поэтому на самом деле размер доходов у вас будет увеличиваться с пониманием того, что происходит. И интерес он будет у вас, чисто технический, внутренний, маркетинговый, он будет у вас значительно возрастать. Я сейчас дальше покажу еще где. А теперь смотрите по количеству возможных получению степов. Значит, обязательное условие для того, чтобы вы в принципе… Но степы, смотрите, степы 2,500. Вот хоть вы на 15,500 дошли, хоть на 62,500 дошли, ой, на 62, степы 2,500. Но вот сейчас я вот это расскажу и покажу разницу в чем все равно. В степах, конечно же, она есть. Вот тот момент будет, он такой маленько может быть сложноватый к пониманию, но вы все равно, мы сегодня разберем так, чтобы вы его поняли. Сейчас расскажу про количество ограничений степов, потом вернемся, почему за степ 2,500, даже если 62. Значит, смотрите, для того, чтобы… Жанна, еще раз говорю, разницы нет. Оплачивать на второй месяц разницы нет. Доплаты у нас не существует, запомните это. Доплаты нет. Даже если вы на второй, либо на третий месяц хотите доплатить, вы как курс считаете, у вас количество дней просто будет увеличиться, но доплаты у нас нет. Количество дней увеличится, и с момента, как вы доплатили, с этого момента будут все расчеты пересчитаны. Так, я читаю чат. Я думаю, что все сейчас услышали, что доплаты нет. Либо 15500, либо 62. Хорошо. Нет доплаты, слово доплаты нет. Либо 15500, либо 62. Но 62 вы можете сделать в любой момент. Не надо ждать, когда окончится 3 месяца, если есть такая необходимость. Я знаю, что сейчас 15500 с трудом многие находят. Поэтому будут у вас приходить люди, сейчас вы, вот еще буквально с месяц примерно, сейчас как все, что нужно, запустим. Я тут кое-какие сейчас вам объявления еще сделаю. Будут у вас уже приходить люди, на вашу внутреннюю уверенность будут приходить люди, которые будут приходить сразу на 62 тысячи. Да, год будет считаться с момента оплаты 62, но будет у вас, если у вас еще не кончился срок 15500, то будет и те даты тоже будут досчитываться. Давайте так. Для того, чтобы начать получать деньги в степах, вам обязательное условие в базовой программе и наличие двух лично приглашенных. Первый и второй. Первый лично приглашенный идет в личную ногу. Личная нога у каждого своя. Не бывает такого, что у всех она правая или у всех она левая. Это зависит от того, в какой стороне вы стоите от своего спонсора. Но это видно, когда у вас стрелочка в кабинете повернута, где вы, справа или слева. Потому что личная нога – это то, что внутрь идет. Вот то, что внутри – это личная. То, что снаружи – это спонсорская нога. То есть личная нога – это внутренняя нога. И первый человек у вас всегда встает автоматически в личную ногу. Всегда. Второй человек встает всегда автоматически в спонсорскую ногу. После того, когда у вас есть два личника, дальше у вас в кабинете становится активной кнопочка. Это когда вы нажимаете «Курс 1», вот несколько строчек надписей идут, там написано «Добавление участника». И кнопка неактивна черным сейчас у многих, у кого меньше двух, поочередно в обе ноги. Вот как только два личника у вас есть, вот эта кнопка, она становится активной. То есть она синенькая, на нее можно нажать, и там видно, куда поставить вашего третьего участника. Вправо, влево, либо оставить кнопку поочередно. Я пока вам звоню, напоминаю каждому. Все понимаете, что это время занимает пока. Поэтому сейчас я вас всех уже предупредила. Дальше вы, пожалуйста, отслеживайте. Я, конечно же, пока еще отслеживаю вас всех. Но отслеживайте сами уже своих лично приглашенных. Кто у вас приходит люди? Вы же видите, что люди регистрируются. Вы работаете со своими командами. Подсказывайте, чтобы после второго человека вы смотрели. Вы же знаете, что у вас там планируется, в какой ноге какие регистрации. Чтобы если у вас есть третий человек, вам нужно стрелочку поставить заранее. Либо оставить ее на месте поочередно в обе ноги, либо поставить вправо, либо влево третьего личника, куда вам ставить. Как только третий зарегистрировался, сразу же заранее думайте, куда дальше стрелку повернуть. Вот это ваша единственная задача – поворачивать стрелку в программе. Все остальное делается автоматически. Вы можете управлять только своими лично приглашенными. Поэтому думайте, когда у вас готовится новая личная регистрация, проверяйте, в каком направлении у вас стоит стрелочка в личном кабинете. Это понятно. После второго контролировать стрелку, в какую сторону пойдет ваш новый лично приглашенный. Вы уже смотрите. Сильный человек самостоятельный, либо его вправо, либо влево поставить. То есть здесь думайте о том, что… Нет, Татьяна, в вашей стрелке можете управлять только вы. Вы всегда будете знать, если у вас будет готовиться личная регистрация. Если у вас очень много лично приглашенных людей, которые приходят через интернет, и у вас примерно одинаковое положение. Вот бывает, знаете, такое положение стрелки. С одной стороны 20 человек стоит, а в другой стороне 7 стоит. Тогда, конечно, вы ставите стрелку, допустим, вот там, где 7, допустим, это левая сторона, вы ставите стрелку налево, и пусть все пока летят влево, пока у вас баланс не восстановится. А если у вас 20 и 20 стоит, оставляйте кнопку на поочередно. Тогда он так… Не надо вам сидеть возле компьютера, у вас он поочередно будет раскидывать то туда, то вправо, то влево. То есть это зависимо от вашей ситуации. Если есть сейчас перекос в ногах, значит, стрелку ставите всегда в ту сторону, в которой меньше людей. Потому что это ваши личники. Вы не управляете всей структурой, вы только личными своими людьми управляете. А когда личные приходят, вы либо знаете, если те, у кого они регистрируются автоматически, особенно это будет важно, когда начнется автоматическая регистрация. Перед активацией, Ларис, не перед регистрацией, перед активацией. Но если вы приглашаете людей через интернет, и скоро будет такой момент, когда люди будут просто регистрироваться, вы, может быть, даже и не будете знать, кто когда оплачивается. Мы не сможем всегда всех связывать, но чисто физически не сможем. Будет служба поддержки, админ работать. Но будет такой момент, что вам нужно будет отслеживать, когда ваши личники могут приходить просто с улицы, как мы говорим. У вас стрелка всегда. Вы четко должны утром встать, посмотреть, где у вас какой перекос ног идет. Но вы и так будете вставать, смотреть это ваш кошелек. Вы в любом случае будете вставать и смотреть. Когда уже поток людей пойдет, как и что у вас будет. Вы, может быть, приглашение человеку отправили сегодня, а он через 3 месяца зарегистрируется. И предупреждать вас не будет. Возьмет оплату, сделает автоматическую регистрацию, автоматическую проплату с сайта сделает. Вы встаете, а у вас еще на 5 лично приглашенных за день больше добавилось. Поэтому вам нужно будет просто смотреть, в какую сторону направлять стрелку. Либо поочередно, либо вправо, либо влево. Выравнивать баланс. Понятно, я думаю, да? Давайте дальше. Первый и второй участник, если вы находитесь в программе, сейчас 15500, дает вам возможность получению 25 степов за каждого. То есть первый и второй – это обязательное. Получается, первый и второй человек у вас пришел, у вас 50 степов в получение разрешено. Если вы зашли на 15500, то есть при входе 15500, если у вас всего лишь два личника, вы можете получать 125 тысяч, если это перевести степы в деньги. Третий, лично приглашенный, открывает 50 степов. Четвертый открывает возможность еще 50 степов в получение. Это может все происходить задним числом. Допустим, у вас уже 50 степов есть, у вас уже, допустим, 100 степов в получение, а всего два личника. Степы не сгорают. Если в течение трех месяцев у вас третий появляется, то у вас задним числом сразу все степы начисляются. Третий и четвертый. Нет, сейчас там ошибка в кабинете, они пока 25, но это исправляют сейчас программисты, они это переделывают. Вы же видите, в правилах здесь написано. Сейчас вы видите, у некоторых три человека стоит 75. Это просто неправильно там. Там сейчас переделывают. Третий и четвертый дают по 50. Пятый и более дают безгранично. Степы в квартал. Татьяна, у нас все в кварталах считается. Мы все меряем в кварталах. Видите, как это лучше, потому что если в месяц, у вас может быть в месяц очень жестко, когда регуляция идет по месяцам, потому что у вас может быть в первый месяц два степа, во второй месяц 10, а в третьем месяце может быть 200 степов. Понимаете? Поэтому в месяц это, но очень жестко. А в квартал у вас, вот как в квартал сложится, за квартал. То есть получается пятый лично приглашенный, если вы зашли на 15500. Жан, давайте пока не по курсам, давайте сейчас чисто технические вопросы разберем, а потом я на этот вопрос отвечу. Он хороший, вы мне его, пожалуйста, напомните потом. Это я вам уже видение расскажу, как что дальше будет развиваться. Так, Татьяна ответила, да, на вопрос, что вопрос идет только о кварталах. Месяц это очень жестко. Еще раз повторю, если у вас, допустим, три личника, три личника это значит 100 степов в получение, а у вас уже не 100 степов в получение стоит, а 150. То есть у вас уже на 50 степов еще можно было бы получить. Вы это в кабинете видите, но у вас не хватает личника, поэтому они у вас стоят в собранных степах, но не в начисленных они будут у вас стоять. Как только четвертый у вас получается, нужно именно в этот квартал, чтобы он пришел у вас. Эти 50 степов, которые вам уже собраны, но вам не выплачивались, потому что у вас личника не хватало, они вам задним числом все начисляются и выплачиваются. Я вам всегда говорю о том, чтобы максимально убрали все жесткие моменты, никаких обрезаний, если успели, не успели вовремя, такого не будет. Вот, у вас есть квартал, в течение квартала вы можете управлять всем этим своим временем. Получается пятый лично приглашенный, смотрите, первый, второй это 50 степов, третий, четвертый это еще 100 степов, и пятый это получается, за пятого еще 100 степов, и того 250 степов, это в принципе разрешенное, на этом идет обрезание для тех, кто зашел на 15500, но 250 степов в квартал, это 625 тысяч по-другому. Если вы зашли на 15500, и у вас есть максимально 5 лично приглашенных, значит у вас 625 тысяч квартал, вы можете своих спокойно получать. Поставьте плюсики, если вы меня слышите. Да, хорошо. Вот смотрите, видите, у нас второй день, проблемы с комнатой, постоянно вышибают из комнаты. Это идут проблемы на сервере, там, где лежит эта комната, поэтому, и мы это прочитали, у них выложено, где-то Женя нашла эту информацию, что у них начались проблемы, они переходят на другой ресурс. Поэтому сегодня мы последний день в этих комнатах с вами находимся. Завтра будут, сегодня Женя объявит досылочку других комнат, куда мы с вами переходим, потому что вчера вот у нас за вебинар раз 20, наверное, нас вот так вот вышибало. Это мы ничего с этим сделать не можем, это сам ресурс стал сбой давать. Поэтому вы делали все рассылочку, нужно будет продублировать вам рассылку, будьте, пожалуйста, внимательны. Мы постараемся сделать так, чтобы люди, которые будут все же еще по старым ссылкам приходить в эту комнату, мы ее еще на месяц оплатим, чтобы их переводить перед началом вебинаров в новые комнаты. Сегодня Женя, буквально сейчас, она до, ну, в ближайшие 3 часа она выложит эту информацию по комнате. Звука отсутствует. Так, ну давайте посмотрим. Кто меня еще не слышит? Есть звук. Подскажите людям, что нужно внизу бегунок. Бегунок внизу нужно поправить, потому что вчера так было, когда меня учаюсь я, бегунки проверяйте внизу и поправляйте. Так, вот хороший вопрос я тут увидела. Нужно будет каждый раз квартал новых 5 человек обязательно. Любовь, у нас 5 человек, у нас 5 человек, есть 3 месяца. Если вы пригласили 5 человек и ваши лично приглашенные с вами идут, я вообще считаю, что не новых 5 человек, у вас же старые люди тоже повторяют проплаты. И мы с вашими старыми любви все вместе работаем. Вы сюда людей приглашаете для того, чтобы люди получали результат. Все у кого до одного есть результат, поверьте, они пойдут дальше 100%. Вам не надо будет новых, у вас каждый раз, у вас каждый квартал должен по 5-10 человек добавляться новых лично приглашенных на самом деле. Вы сейчас картинку не путайте с тем, что у вас, как было раньше, как будет здесь и сейчас. На то количество курсов, которые мы сегодня, вы уже на следующей неделе и возможно на этой неделе вам, да невозможно, на этой неделе будут даны еще дополнительные вещи. Я вам сейчас скажу, будет очень много новой интересной информации на сайте. Но не сейчас, когда я расскажу про маркетинг, я вам расскажу об учении нового добавлено. Я знаю точно, что вам это учатся. У меня грузится программка, не программка, а слайды. Мы с вами остановились на базовой программе на количество приглашенных, сколько открывает степы. Вот смотрите, когда вы зашли на 62 тысячи, у вас возможные к получению доходы поднимаются в два раза. Если вы на 62, первый и второй лично приглашенный вам дают возможность получать не по 25, а по 50 степов. Третий и четвертый по 100 степов. Пятый дает возможность получению, то что получается, 200 степов. То есть получается, если вы сами зашли на 62 тысячи, то у вас не 250 степов в квартал, разрешенных к получению, 500 степов в квартал, разрешенных к получению. Нет, Татьяна, никто не заходит сейчас на 62 тысячи. Мы сейчас всех пока приглашаем на 15500. Поэтому я вам пока даже не рассказывала об этом. сейчас, так как все только начинают работать, для этих людей, для всех, кто пришел, сейчас важен результат. Вы сейчас все только пробуете. Когда вы будете уже все знать, уже к... Сейчас любовь. Уже вы будете чувствовать, уверенно понимать, знать, как это работает, вы тогда уже сами будете решать и приглашать уже людей либо на ту сумму. 5 человек, любовь нужна вам, и когда, если у вас уже 250 степов в получение, вы дойдите до этих 250 человек. А пока у вас, если есть 2 человека, вам этого более чем достаточно. Как только вы здесь до 25 тысяч получите в программе, поверьте, вы пригласите не 5, а 25 человек пригласите. А пока вам достаточно для того, чтобы получать степы 2 человека. И так как все сегодня только начинают, и все делают первые шаги, соответственно, этой суммы вам сейчас на вход достаточно. Татьяна говорит, давайте разберемся только с базовым курсом. Татьяна, мы сейчас с базовым курсом разбираемся. Кому будет интересный бизнес, они будут продолжать слушать дальше, кому будет неинтересно, они просто могут выйти из комнаты и слушать. Сейчас мы говорим только о базовом курсе. Ирина, я не поняла, про что вы пишете. Нет, надо видеть. Разобрались, что если вы зашли на 15500 максимально в квартал 625, на 62, конечно. Поэтому я говорю, кому неинтересно бизнес, курс, значит, они просто выходят спокойно из комнаты. Кому интересно, я сегодня буду рассказывать абсолютно все. Так, здесь вопросы есть на этом этапе. Мы сейчас перейдем к степам. Почему 2500 при 62000? Понятно, я думаю, да? Что и получает это, смотрите, суммы, если по 625, 4 квартала, это 2,5 миллиона в год, а по 1 250, как бы 4 квартала, это получается 5 миллионов в год. Это тот доход максимальный, которого я всегда озвучу на презентациях в базовой программе. Конечно, видеть, чему стремиться и стартовать. Тут есть, чему стремиться. Сейчас я вам покажу еще. Галин, да, вы, наверное, одна не слышите. Подскажите Галине, что нужно сделать. Сейчас будет очень такой сложный моментик, очень интересный, про который я вам никогда не говорила. Это именно про 62, но вы его должны знать. Это первый раз. Вы сейчас все будете слышать. Сейчас мы к нему подойдем. Давайте я сейчас вот еще вот поподробнее пойдем по шажочкам. Вот смотрите, то есть вот эта картинка, понятно, личная ветка, спонсорская ветка. Здесь у вас может быть личная наоборот, с той стороны, и спонсорская с той стороны. Я вам говорила, что она у каждого по-разному происходит. Следующая картинка. Как регистрируются люди? Как это вообще все происходит? Для тех, кто не понимает, как работает бинар. Вот вы первого пригласили в личную, вторую в спонсорскую. Первый пригласил пятого и четвертого. Это его лично приглашенные. Пятый пошел, видите, во внутреннюю ногу, в личную его ногу первого. Четвертый пошел в спонсорскую ногу. Десятый – это тоже лично приглашенные первого. Видите, они все одного цвета, лично приглашенные первого. Но первый решил, что десятого он поставит в спонсорскую ногу. Он уже стрелочку передвинул вот в эту сторону. И поэтому, видите, как получается. То есть, первый пришел, пятый – это первый его личник, четвертый – второй личник, и десятого он поставил сюда. Пятый пригласил шестого. Он пошел в его личную ногу. Видите, в сторону, вовнутрь пошел, в его личную ногу пошел. Здесь смотрим в противоположную сторону. Второй лично приглашенный. Он пригласил третьего, а третий пригласил, уже у него два личника, седьмого и восьмого. И девятый человек, желтенький, это человек вышестоящего спонсора. Здесь можно было стрелочку сделать, туда вверх, кто-то из вышестоящих спонсоров пригласил. Понятно, да, как распределить, откуда здесь люди взялись. И получается, ну, компьютеру не важно, кто кого приглашает. Это машина, это схема, она просто считает количество людей справа и слева. Здесь она видит первый, и четвертый, они первые пришли. Здесь второй и третий пришли первые. Ну, так регистрировалось. Поэтому степ, только он два здесь, два здесь увидел, у вас сразу степ считается. Дальше здесь пришел седьмой и восьмой, а здесь пришел пятый и шестой. Степ закрылся. И вот с этой стороны, видите, девятый остался сам по себе, и десятый остался сам по себе с противоположной стороны. По еще по одному человеку добавится, допустим, пригласит шестой, может быть, человека, и десятый уже есть. Степ закроется. Вот я сейчас рассказываю об этом. Это будет уже следующий степ. Допустим, десятый пригласит, десятый есть, а шестой пригласит человека. А с этой стороны, допустим, восьмой пригласит человека. И получится девятый и тот, кто под восьмым, и десятый и тот, кто под шестым. И еще степ закроется. То есть не имеет значения, кто приглашает, когда у вас есть два лично приглашенных. Просто два человека справа, два человека слева, и у вас будет закрываться степ. Кому непонятно, как закрываются степы? Что не нужно соблюдать ни уровни, не обязательно всем по два. Относительно вас сейчас смотрим. Главное, чтобы у вас было два человека. Дальше просто идет работа. Может быть, с этой стороны только восьмой будет. Приглашать, приглашать, приглашать и приглашать. Ну, вот такой вот он восьмой. А тут может быть, только четвертый дальше, вот после этой картинки. А здесь может быть, как четвертый, возьмется приглашать. И просто четвертый будет, всех подряд. Вот у вас такая линия, четвертого вытянулась. А так оно и есть, Федор. Бинар – это очень красивая картинка. Вам не нужно выслеживать, чтобы каждый по два или каждый по пять ваших личников. Вы каждый делаете за себя. Что вы хотите? Вы хотите максимально получать все, что можно. Значит, каждый старается делать пять личников. И в дальнейшем каждый на 62, потому что это максимальный забор у компании денег, когда вы заходите на 62 тысячи. Это просто будет делать каждый. Но по факту для счетчика неважно, кто сработал. Как говорится, в бинаре есть слово «колбаса». Колбаса может под восьмым вытянуться. Просто знаете, восьмой пригласил десятого. Ну, тут десятый есть, одиннадцатого, одиннадцатый – двенадцатого, двенадцатый – тринадцатого. Там, может быть, просто все по одному дальше будут приглашать. А здесь, может быть, под десятом все просто по одному личнику приглашать. Вам не имеет значения. У вас главное, чтобы просто приходили люди. Хоть как, хоть где, без разницы. Просто справа и слева, чтобы был одинаковый баланс. Все. Кому непонятно? Тогда кому понятно? Поставьте плюсики, кому понятно. Понятно. Все отлично. Хорошо. Для начала это нужно постараться. Татьяна, потом у вас будет и пять, и десять, и двадцать, и тридцать лично приглашенных. На то количество курсов и информации, которые вы будете давать, их будет очень много. Каждый придет на свое, поверьте. Вот сегодня мы обсуждали с Оксаной Колесниковой. Она у нас будет именно менеджером интернет-проекта, заниматься разработкой курсов и программ. Мы сегодня с ней обсуждали, какие курсы, программы в ближайшее время мы включаем именно для первой группы, как это все будет выглядеть. Я вам это озвучу в конце, из того, что мы уже приняли решение, что будет. И поверьте, вам это сейчас очень сильно понравится. Даже для того, чтобы у вас сейчас еще пошло движение активное. Картинка стоит про две ветки. Это у вас стоит картинка про две ветки, Галина. Мой первый и второй степ у моего спонсора тоже степ, а обрезание когда... Ага, вот Жанна про обрезание. Жанна, вы смотрите... Вот смотрите, сейчас я вам покажу. Хорошо, хороший вопрос, Жанн. Обрезание идет, когда у вас, если два личника, и уже вы 50 степов сделали, тогда обрезание. А если у вас 5 личников, обрезание будет в квартал на 250 степах. Вот про это понятно, а про первый вопрос сейчас, про спонсора сейчас скажу. Обрезание только когда у вас в двух вариантах. Либо у вас 5 личников, тогда на 250 степах в квартал обрежется. Если у вас 2 личника, тогда на 50. Если 3, тогда на 75 обрежется. Хватит, Жанна. Это считали... Машины считали, не мы. А теперь, вот вопрос у вас. Мой первый и второй степ у моего спонсора тоже степ? Хороший вопрос. Вот смотрите. Вы и вот третий человек, да? Смотрим вот на третьего и на вы. Вот у вас два человека, седьмой и восьмой, пришли. Относительно... И здесь у вас пятый и шестой. Вот у вас степ закрылся этот. А у третьего человека степ не закрылся еще, потому что у него должен быть один человек под восьмым, с этой стороны подъявиться, один человек появится под седьмым. Под седьмым, вот сюда, в эту сторону, где седьмой, может прийти со стороны спонсора, от двоечки, потому что это его спонсорская нога. Видите, линия общая одна. Сюда может поставить только те люди, которые по этой линии находятся, двоечка в частности. Поэтому как только еще один человек под седьмым и под восьмым появится, у вас относительно вас два человека прибавится, относительно третьего степ закроется. У вас пока общей картинки нет. Вы вот если не думаете так глубоко, далеко, у вас задача сейчас другая, в принципе, понимать, что лично в вас, относительно вас, как работает. А дальше вы, когда дерево свое будете видеть, вам все понятно станет, когда вы картинку в глазу видите. Вы сейчас хотите зараз и мясо, и хлеба, и мороженого, и всего наесться. Не надо, по чуть-чуть. Давайте теперь перейдем к еще что-то в расстановке. Давайте, хорошо, я сейчас еще одну картиночку вам покажу. Тут, может быть, будет попонятнее. Мы тут изначально старались рисовать очень подробно. Вот, смотрите, как приглашаются люди. Вот картинка. Значит, второй, первый пригласил первого. Вот оранжевый под ним. Первый лично приглашенный, второй лично приглашенный. Они один-один стоят первого. Нет, Татьяна, неправильно вы пишете. Максимально, чтобы зарабатывать. Вот у вас сейчас, давайте так, отвечу на вопрос Татьяны. Нужно пригласить в квартал 5 человек и помочь председательщиков. Нет, Татьяна, неправильная картинка. Первый, второй лично приглашенный дает вам возможность получать 125 тысяч рублей, то есть 50 степов. Вот пока вы к 50 степам придете, вам хватает первого и второго лично приглашенного. Дальше у вас уже в процессе появляется третий человек. Это еще 50 степов открывает. Я не знаю, сколько вы степов получите в первом квартале в базовой программе. Может быть, вы получите 10 степов, может быть, 50, может быть, 300 степов получите. От количества степов вам нужно будет регулировать количество лично приглашенных. Нет жесткого условия, что именно 5. Конечно. Ваша задача, чтобы у вас не просто было 5 человек. Ваша задача, чтобы у вас сейчас... Другая задача на самом деле. Ваша задача сейчас, чтобы у вас справа и слева стояло по 60 человек. Чтобы у вас было 126 человек в команде. Вот справа и слева по 60 человек. При этом у вас... Пусть будет, ладно, 5 лично приглашенных. Да. Может быть, у вас кто-то один там сработает с одной цифрой, кто-то другой. Просто поставьте себе задачу любыми путями, чтобы у вас справа циферки было 60 и слева циферки были 60. Потому что команда 126 человек вам позволит в любом произвольном порядке, если они будут стоять, нам позволит максимально быстро всем перейти в бизнес-программу. И тогда вы, то, что здесь простраивали, в бизнес зайдем, вы получите сразу, не знаю, там в 20 раз больше, чем вы будете получать в базовой. Но базовая все равно она работать будет. Люди приходили и будут приходить сначала многие на 15 тысяч. Но сейчас вам для вас это необходимо. На количество человек рассчитывайте. И личников, и работы со структурой. У нас командная работа. Конечно, если каждый пригласит по 5 и по 10, это будет максимально быстро. Но вы, главное, приглашайте, чтобы люди начали приглашать. 60 справа, 60 слева. Или 100 справа, 100 слева. А как вы будете помогать своим первым приглашенным? Надо строить структуру, то есть помогать своим первым. Помогать, да. Помогать, это значит открыть кабинет, показать им, как где же стоит, дать им возможные варианты рассылки. Час времени займется и просто помогать отвечать человеку на вопросы. То, что я сейчас делаю с вами, когда вы мне звоните. Помогать человеку проходить те моменты, когда его начинают колбасить. Вот что значит помогать. Отвечать человеку, внушать человеку чувство уверенности, веры самого в себя. У нас помощь больше идет моральная помощь вам. Мы же боремся со своими тараканами здесь каждый, понимаете. Вот что значит помогать. Помогать, это значит помочь провести встречу с его лично приглашенным. Помочь зайти в комнату, еще что-то. То есть здесь технических больше вопросов и моральных вопросов. Вот в этом заключается помощь, да. И вы всегда будете и лично приглашать. Понимаете, наши люди, каждый, они все копируют вас. Если вы перестаете приглашать личников, люди перестают приглашать личников. Вы не работаете со структурой, ваши люди не будут работать со структурой. Вот если вы хотите, чтобы ваша команда что-то начала делать, начните это делать сами. Даже ничего не будете говорить команде. Команда на автомате энергетически каким-то образом, невероятным чутьем чувствует и начинает делать то же самое. Так, смотрим сюда еще раз. Как идет расстановка в структуре? Почему сейчас вот на этой картинке вы можете объяснять людям, которые сейчас планируют зарегистрироваться, почему важно, в какой момент им зайти в структуру, и что они будут иметь с этого. Смотрите, первый, второй лично приглашенный. Первый пригласил вот два человека под ним, один в личной ноге, другой во внутренней ноге. Дальше, лично приглашенный, первый, первого. Видите, вовнутрь пошло. Он пригласил человечка. Здесь у вас второй есть, но вы приглашаете третьего, и вот это ваша личная структура. Видите, вы решили третьего поставить в личную структуру. Он уже стал вот сюда, но так как вот второй приглашенный первого линию занял, третий встает сюда. А тут вдруг от рефера пришел человек. Мы тут такую картинку нарисовали. Вдруг от рефера. Бывает, что у вас еще есть реферы приглашенные, и он пригласил, человек проплатился. И вот такие ситуации у нас были. И от рефера человек приходит. Вот от рефера человек приходит, он придет в ту сторону, куда стрелочка направлена у вас в тот момент. Вы этого можете даже и не знать. Вот куда стрелка у вас была направлена, туда придет человек рефера. В частности, здесь он встал вот сюда. Здесь смотрим, спонсорская нога, как здесь развитие происходит. Ваш второй человек, личник, пригласил. Он раз первого пригласил. Видите, вовнутрь пошел стоит LP2 розовенький. Это его первый, он пошел в личную ногу. Пока второй ваш человек думал пригласить второго личника, у вас тут спонсор вам людей подкинул. У вас пришел один приглашенный спонсора, и второй приглашенный спонсор встал в структуру. И когда ваш второй человек уже своего личника второго ставит, он, получается, уже ушел под этих людей спонсорских вот сюда. Но это все в вашей структуре, но он встал по цепочке сюда. А здесь лично приглашенный второго, ну, тут неправильно нарисовали, первый идет во внутреннюю, это уже второй человек, он встанет уже вот в эту цепочку. То есть вот таким образом идет перемешивание структуры в спонсорской ноге. В личная нога, вот видите, вот то, что в бок идет, у каждого будет личная, своя, а спонсорская вот эта линия, она будет у вас общая со всеми. И здесь степы будет просто считать. Два справа, два слева, сейчас если нарисовать один степ, еще два справа, два слева, второй степ. Тут вот три степа будет, и еще один человек останется со спонсорской структуры. То есть может быть вот так. Эта картинка понятна или непонятна? Кому непонятно? И дальше может как угодно развиваться, тут невозможно предугадать. Вам, еще раз говорю, вам все равно. Было же бы два справа, два слева было. И вот здесь, видите, вы второго личника поставили, либо человек спонсора пришел. Вот он встал навсегда. Да, я подправлю эту картиночку. Вообще будут слайды другие уже, конечно же. Просто нужно дорисовать. Дорисовать надо. Еще одного человечка не хватает. А с тем человеком, которого мне спонсор ставит, кто работать должен? Я или спонсор Ольга Галиева? Ну, каждый человек заинтересован прежде всего в развитии своей структуры. И вы с этим человеком в чатах и на тренингах тоже можете общаться и помогать. Тут, знаете, вот слово должен как раз не про нас. У нас все заинтересованы. Вы просто заинтересованы, чтобы ваша левая сторона развивалась. А кто его поставил, не имеет значения. Это вам выгодно. Вашему встающему спонсору тоже выгодно. Вы же все в его ноге находитесь, вместе взяты. Ему выгодно с вами работать и со своими личниками. И с вами работать выгодно. Всем все выгодно. Все, кто в каждой стране в одинаковых находится, это все выгодно. Даже если в разных, все равно выгодно. Потому что чем больше вы отдаете, тем больше вы получаете. Если бы вы пришли, вот двоечка, а тут лично приглашенный, а встало бы наоборот, да? Сначала желтенький, а потом двоечка. Вот уже бы приглашенный спонсора получать будет со всей вашей структуры тогда. Поэтому время имеет значение. В базовой программе, а в бизнес-программе оно потом очень точно так же будет иметь огромное значение. А то, знаете, в бизнес, когда это перенесется, получится, либо вы получите 24 миллиона, либо он получит 24 миллиона. Ну, вы получите там не 24, допустим, а 15. Но, знаете, разница в 9 миллионов, например, это прям существенная разница. А всего лишь вы сейчас в базовой программе встали на 2 часа по разному времени. Хорошо. Дальше продолжаем. Переходим к 62 тысячам. Это самое такое, ну, понятное, скажем, самое непонятное, но самое интересное. Чуть дальше это будет. Вот как раз эта картинка здесь, то, что я вам всегда на вебинаре говорю, «Не читайте, это не про то». Вот это мы сейчас как раз про то и поговорим. То есть вспоминаем о том, что вы можете заходить на 15, могут люди заходить на 62. И мы сейчас, когда выложим уже на год примерное расписание, да, хотя на самом деле там на 6 курсов оно там и так будет понятно, вы можете, в принципе, уже приглашать на 62 тысячи. Это тоже нормально уже будет. Так вот, смотрите, вот вы. У вас будут идти личники очень скоро и на 15500 и на 62. Вот здесь как раз картинка про это. Первый лично приглашенный, видите, у вас идет в личную ногу, написано «один год», он оранжевый. Второй ваш личник зелененький, это на 15500 зашел. Дальше они начинают приглашать людей. Первый пригласил одного годового, другого зеленого. Вот этот зеленый пригласил двух годовых, видите, один год, один год. И вот так вот пошло. То есть кто кого приглашает, просто все по два. Ну, у кого-то один такой, один такой, у кого-то все такие. Что у вас получается? У вас, вот смотрите на следующую картинку. Понятно, то, что я вам всегда рассказываю, что считаются все степы. Это понятно. Степы вы за личника получили за годового 10 тысяч уже, а за того, кто 15, получили, если вы сами на 62, конечно. Но в частности вот здесь вы на 15500 зашли, видите, вы зелененькая. Вы получили, вот вы зеленый, вы зашли на 15, но у вас есть люди, приглашенные и на 62, и у их людей есть люди, приглашенные на 62 тысячи. Вы, если зелененький, вы получили 1500 и 6000. Если бы вы были оранжевеньким, получили бы 2500 и 10. Но степы, вот он посчитал, два справа, два слева по 2500. Но те, кто зашли на 62, они у вас сразу же высвечиваются во всех четырех кварталах активными. То есть, вот видите, нижняя картинка, то же самое здесь нарисовано, картинка та же самая. Когда у вас подходит начало оплаты вашего повторного, ну, второго, допустим, квартала, вы видите у себя в кабинете, что у вас вот эти люди, те, кто год оплатил сразу, видите, неактивные, те, кто зелененькими, они у вас будут светиться неактивными, а те, кто годовые, они будут у вас светиться активными. И получается, что вы сидите и думаете, допустим, пойти, не пойти мне на второй квартал, но вы видите, что у вас уже к получению и во втором квартале, и в третьем, и в четвертом вот это количество людей высветилось. И как только вы оплачиваете второй квартал, вы сразу же одномоментно получаете, не дожидаясь, когда постепенно, если бы все были на 15500, одномоментно получаете вот по 2500 количество степов, которые у вас были годовых оплаченных во втором квартале. Непонятно, да? Кто ничего не понял, напишите. Сейчас буду еще объяснять. Сейчас посмотрю, какие еще есть картинки. То есть помимо того, что у вас идет повтор кварталов, у вас еще те, кто на 62 тысячи, вы за них по факту будете получать все 4 квартала. В начале каждого квартала просто это будет суммироваться сумма. Кому-то понятно? Будет суммироваться. Слушайте еще внимательно. Те, кто зашли на 62, по факту они активны во всех 4 кварталах сразу. За первый квартал вы за них получили 2500. Когда начался второй квартал, компьютер же видит, сколько за первый прошло и активно. И он вам в первую неделю квартала засчитывает сразу еще раз за всех тех людей степы, которые зашли на 62 тысячи и выплачивает сразу же одно момент. У вас знаете, как в начале каждого квартала, когда появятся люди на 62, как премия будет. И вы сразу же ее как премию кучкой получаете. У вас второй квартал начался, у вас платят люди новые же тоже в течение второго квартала на 62 заходят. И получается, что когда третий квартал начался, у вас те, кто на 62, кучка это, которая первого квартала, и плюс вторая суммируется, и у вас как премия в начале третьего квартала еще больше получается. И те, кто на 15 степы постепенно закрывают, они и так, то, что зацикливание идет, закрывается. И плюс те, кто на 62 заходит, у вас еще больше получается. Это как премия в начале каждого месяца получается. Да, люди, которые проплачены на год, участвуют еще в трех кварталах, поэтому выгодно вам оплачивать свое участие 15500 или тоже 62 на год. Да, и вам выгодно на 15500, потому что вы заходите и вы видите, ничего себе, вам уже, допустим, 50 тысяч получать. Вы не будете точно думать, надо вам 15500 оплатить или 62 или не надо, потому что это только премия, а у вас еще впереди целых трех квартала работы. То есть это, знаете, такая внутренняя дополнительная зрительная мотивация. Вы заходите и увидите, а что у вас там творится в кабинете. Все продумано, ребята. Голова, чтобы думать, а не чтобы есть. Да, 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 Ирина, морковка сзади. Вот, поэтому получается у нас как бы третий вид такой дохода дополнительный, про который я вам еще не говорила, когда вы будете получать и цикличный повтор степов, то, что будет в принципе повторяться, и плюс, когда мы начнем включать, а мы ее можем уже, хоть сейчас уже включать эту программу на 62 тысячи, она все работает, все это есть. Вы будете видеть, потому что те, кто зашли, вы сейчас видите себя желтенькими в кабинетах, да, а когда у вас будут люди на 62 тысячи, вы в своих деревьях будете видеть их зелененькими. То есть вы будете видеть желтенькие, те, кто на 15500, а зелененькие, некоторые видят уже у себя сверху, там кто пришли, у нас несколько человек, они зашли на 62 тысячи. Они видят себя в кабинетах и желтеньких, и зелененьких. Так вот, зелененькие – это те люди, которые у вас годовое участие сделали, а те, кто на 15500, они желтенькие. Вот, поэтому будет и повтор степов, и плюс еще вот это вот, те, кто на 62, будет у вас еще ежемесячная выплата одноразовая сразу же премия. Поэтому, поверьте, мотивации у вас здесь будет более чем достаточно. Ну, слава богу, кто ничего не понял из того, что на 62 сейчас рассказала? Либо так, частично, давайте подумаю, как вам еще всем объяснить. Кто не понял? Не стесняйтесь, пишите, пожалуйста. Да, Ирина, заслужили, значит. Много было сил приложено. Я вам говорил уже, когда на вебинарах, что я очень хорошо разбираюсь в маркетингах, и я знаю, понимаю и вижу в них все ходы, входы и выходы. Поэтому, поверьте, мы продумали все моменты мотивации, какие только могут быть. И для того, чтобы люди не… Знаете, есть такое слово «халява», да? Кто два человека может пригласить, А всю глубину выбирать? Нет, так не будет. Поэтому есть обрезание на лично приглашенных. И для тех, кто… Чтобы была дополнительная мотивация, 62 тысячи, когда вы видите, а почему мне надо? Потому что мы все разные. И как психология наша, голова работает, я это все прекрасно понимаю и знаю. Людмила, вы просто сегодня попали сюда в первый раз. Я вам предупреждала, наверное, о том, что вы… Не надо с первого класса в одиннадцатый. Давайте по чуть-чуть. Те, кто уже внутри, те, кто уже внутри, они уже понимают. Кто работал с бинарами, они понимают получше. Те, частично, они понимают чуть похуже. Но это нормально. Вы разберетесь все еще. Просто мы пока не начали работать на 62 тысячи. Да, Ирина, это точно. Ну, потому что чем больше мы отдаем, тем больше нам получают. Так вот. Ну, пока поверьте тем людям, которые пишут отзывы, кто разобрался. А вообще группа бумеранг – это подпрограмма какого-то бизнеса самостоятельно или только зарождается. Бумеранг – это и есть бумеранг на самом деле. А то, что из бумеранга разрастется, она не подпрограмма. Это сердце. А из сердца будет, или, как я говорю, кости. А на кости будет мясо нарастать. Но лучше это не очень красиво мясо, да, сердце. И к этому сердцу будет прирастать очень много всего. Так вот. Для тех, кто еще… Так. Да, вот хорошо Галина ответила. Это… Похожие, возможно, вы и встречали. Очень много похожих схемок на самом деле. Самое главное, есть везде свои правила, есть везде свои нюансы. Есть везде обрезания. Я, когда… Кто работал в бинарах, вы знаете. Не успел вовремя сделать до этого момента. Чик отрезали. Начинают считать только с момента, когда вы уже активировались. Есть такое? Кто знает такое в бинаре? Не успели сделать вовремя? С момента, на самом деле, активации начинают выплачивать. Да. Мы этого не делаем. Вы видите, задним числом все равно все выплачиваем. В течение трех месяцев. В бизнес-программе. Где вы видели, чтобы людей можно было регистрировать под неактивное место, и при этом все, что там зарабатывалось, будет сохраняться и выплачиваться. Я знаю, что такого не бывает. Понимаете? Поэтому преимуществ очень много, и вы внутренне должны это понимать, ценить и показывать людям, что это у нас вот так работает. И в маркетинге в том числе. Не только мы будем учиться отдавать, мы и здесь тоже в бизнесе правилами своими показываем, что это работает именно так. Поэтому максимально обрезание по людям, по доходам сделано такие, чтобы маркетинг был живой, чтобы он не исчерпал сам себя. Они все абсолютно разумные обрезания. Но максимально все, что можно было дать вам для того, чтобы это было доступно, понятно, и каждому не жесткие условия. Максимально все это тоже продумано и сделано. Так, про 62 тысячи еще. Очень выгодно заходить на 62 тысячи. Всем очень выгодно. Во-первых, вы сразу получаете за лично приглашенного, если такой же 10 тысяч, а не 2 500. А вы сразу получаете, если на 15 500 под ваш человек 2 500, а не 1 500. Можно, конечно, Ирина. У нас можно все. Объем работы ниже обрезания, Ирен. Это схема математическая, вы поймите. С 20 рублей 100 выплатить невозможно. Выплаты идут всем вышестоящим по цепочке. Она никуда не девается, она выплачивается тем, кто ниже. Для них точно такие же правила существуют. Но если впереди вас миллион человек стоит, всей цепочке миллиону без обрезания выплатить невозможно. Тогда это закончится. Ирина, я ответила на ваш вопрос? Все, хорошо. Хорошо, что вы задали. У многих он наверняка был. Так, кто-то понял, кто-то не понял. Но те, кто понял, будут потихоньку объяснять, тем не понял. И это еще не первый, не последний раз. Хорошо, давайте двигаемся дальше. Кто хочет еще какой-то вопрос задать вот здесь? У кого прям сильно-сильно в голове гложет, задайте. Жан, этот вопрос относится не к бинару. Такой вопрос можно задавать к линейной программе, к матричной программе. В бинаре очень сложные просчеты. И в зависимости от количества человек, от расположения ног, меняются проценты выплаты в сеть. Абсолютно меняется. Тут нет однозначного ответа одного. Смотря в какой этап времени. В начале это может быть такой процент, а в конце это может быть 98%. И причем начало у конец. У одного сегодня начало, у другого завтра конец. Поэтому в бинаре нет такого вопроса, сколько процентов идет в сеть. Так, вопросов я пока не вижу. Мы продолжаем тогда, скажите мне. Продолжаем. Жанна, я ответила на вас вопрос. Думайте на том, что я вам ответила. Ответ уже прозвучал. Еще раз говорю. Вы подходите к вопросу стереотипно. К бинару этот вопрос не применим. Продолжаем. Я могу вам сказать общие цифры. От 50 до 98% выплат идет в сеть. В зависимости, смотря где, в какой момент времени относительно какого человека считать. Так, ну вот здесь я сейчас посмотрю, что-то еще есть какая-то картиночка. А, ну вот, картинка как раз тоже, это про 62. Давайте еще и посмотрим. Для тех людей, кто не понял, как на 62 тысячи это будет работать. Вот смотрите, вы пришли, да, первый квартал. Вот тут прям, посмотрите внимательно. А, это третий квартал, получается. В первом квартале, а, это продолжение той картинки. В первый квартал вошел на квартал, во втором квартале вошел на квартал. И таким образом, и эти годовые. И вот таким образом будут считаться степы. Почитайте, сейчас просто глаза внимательно. Я давно этот слайд не видела, сама уже не помню, что здесь написано. А, ну да, здесь все понятно. На самом деле, вот этого вам ничего считать не надо будет. В компьютере, у вас в кабинете будут все подсказки. Вы открываете, у вас будет видно. Внимание, у вас столько-то дней осталось до окончания такого-то срока. Внимание, будут выходить табличек очень много. Будут руководители структур, отдельные кабинеты. Будут, в дальнейшем мы планируем все равно открывать центры в крупных городах. Живые центры на земле. Со всеми студиями и имиджа, и йоги, и обучения возможных, и все. В кабинете онлайн будет абсолютно все. Потому что там будет, допустим, в вашей структуре такое-то количество человек заканчивается через 5 дней оплата. Как с ними связаться? То есть перед началом квартала нового, если ваша оплата нужна, вы будете видеть. У вас такое-то количество степов, разрешенное к получению. А такое-то количество людей. А это на 62. А это вот так. Будет статистика и в графиках, и в цифрах во всем, как у вас, что, где идет рост, какой. Это все будет. Поэтому про курсы, Жанна, подождите. У нас еще есть бизнес-программа. У нас сегодня бизнес-встреча прежде всего. Бизнес-программа. Значит, смотрите. Я даже прочитаю вам. Бизнес-программа для тех людей, кто нацелен на максимальный результат. Это высший уровень партнерства. Это уникальный бизнес-инструмент. Что она дает? Это финансово устойчивый инструмент, способный прогрессировать, расти, развиваться даже без вашего участия непосредственно. Впоследствии, не в начале. Участие в высокодоходном, стабильном, готовом бизнесе. То есть вам не нужно ничего самим создавать. Ваша задача – только приглашение и работа максимальная с теми людьми, которые хотят. Но и этот вариант мы облегчим. Потому что у нас дальше планируется… Да, запись есть и будет. У нас дальше планируется люди, которые будут не только руководители структур заниматься, а люди, которые будут внутри работать с участниками, по не тренера, а внутри работать с участниками, и они будут отвечать за то, какое количество человек, где, как и что это будет, и все это будет считаться. Помимо руководителей структур, еще люди, которые будут отвечать за структуры отдельные, конкретные. Те, кто умеют профессионально это делать на самом деле. Это максимальный размер выплат за минимальное количество действий. Ну, прочитали, да? То есть смотрите, что дает бизнес-программа. Пока у нас там 5 мест. Я сразу говорю, вот то, что вы сегодня получаете за 15500, и то, что сейчас дальше я буду включать, это по факту, это будет программа бизнес. Она еще больше будет только укропненной. Со временем этот курс придет в бизнес-программу. В базовой программе будут даваться отдельные небольшие темы. Допустим, такие как прощение радикальное, либо, допустим, работа с самооценкой. То есть будут даваться отдельные курсы, глубоко изучаться. А вот такой огромный большой комплекс, как вы сейчас получаете, вы еще просто не видите, какой он на самом деле будет, и он еще прирастет. Это будет относиться к бизнес-программе. И у нас, смотрите, время курса не привязано ко времени партнерства. Курс может быть отношения и партнерства. Марина Селицкий дает по отношениям. Он сам курс длится 2 месяца. Но участие в партнерской программе будет 3 месяца. То есть время курса прохождения и время партнерской программы, оно не зависит друг от друга на самом деле. Сейчас готовятся договора, где все это будет прописано. И в кабинете у вас тоже будут договора. Вы будете заходить, читать их, подтверждать, либо не подтверждать кнопочку изначально при регистрации, при оплате. То есть сейчас это все работает с кабинетом, это все присоединяется, все это будет. Очень быстро будет на самом деле. Потому что дальше еще очень много дел. И мне самой же хочется поскорее вот эти первые технические вопросы поскорее доделать, потому что дальше еще очень много всего интересного. Все только начинается дальше. Самое-самое интересное. То есть бизнес-участие – это безлимитное участие в онлайн-тренингах в течение года. Пока безлимитное, дальше будут отдельные курсы. Человек будет заходить и выбирать. Участие в закрытых онлайн-мероприятиях в течение года. Они у нас будут проходить. Пригласительный билет на выездной бизнес-ретрит будет для тех участников. Дополнительные факультативные задания будут. Участие в выездных семинарах, потому что не все будут принимать участие. Сейчас мы делаем выездной семинар, мы будем делать для первой группы. Дальше это будут принимать участие только участники бизнес-программы. Ну и особые условия партнерской программы. То есть для участников бизнес-программы будет очень много дополнительных условий обучения и всего, чего только возможно. У нас будут обмен группами между странами Израиля и Германии, Австрии, по-моему, там. Потому что Марина Селицкий и Елена Новик мы переговоры уже ведем давно. Но не переговоры, это просто личное общение, в котором у них есть свои интересные программы, у них есть свои ученики. Те, кто будут приезжать учиться к нам, а мы будем приезжать учиться туда. Те, кто захочет выезжать на самом деле там на месте, в красивых местах, вместе с тренером, рядом непосредственно. То есть у нас живая работа с тренерами будет тоже, причем в разных странах. Это будет проходить. То есть это только бизнес, обучающий туризму у нас тоже будет, но он в другом формате, не в таком, как вы маленько представляете. То есть очень много всяких интересных программ задумано. Поэтому сейчас мы только-только-только все вот это начинаем. Поэтому хорошо, что мы сейчас уже все, у нас люди есть с разных стран. В ваших странах все тоже будет проходить и вживую в том числе. И это еще только маленькая часть, я еще не все виднее вам рассказала. Давайте у нас сегодня задача все же по бизнесу разобраться. Так, программа бизнес. Вот это следующая картиночка. Значит, читаем. После оплаты бизнес-программы вы получаете доступ также к онлайн-обучению и активное место в партнерской программе на один год. То есть это похоже с базовой, если вы там оплачиваете годовую. И дополнительно вы получаете бонус в виде четырех дополнительных забронированных бизнес-мест, которыми можете воспользоваться дальше на свое усмотрение. То есть для того, чтобы вам не тратить деньги, многие любят ходить треугольниками, пятиугольниками. Для тех, кто умеет и любит и бинар, и в принципе пришли для того, чтобы не просто потусоваться, а зарабатывать деньги, серьезные деньги, развиваться. Не надо платить деньги сразу, либо там чьи-то потом места выкупать, продавать. У каждого будет даваться четыре дополнительных бизнес-места. На свое усмотрение, в любой год вы их можете постепенно активировать. Можете все сразу. Но уже заработанных здесь дальше денег. Чтобы вы не думали, где денег взять, а чтобы вы просто спокойно обучались, развивались и спокойно приглашали людей. Вам здесь деньги платятся за то, что вы организаторы тренинга, за то, что вы передаете информацию. Первое условие. Очень интересное условие. Обязательное. Первый и второй лично приглашенный партнер регистрируются под основное место. Это очень важно. То есть первых два личника могут идти только под основное место. Далее вы имеете возможность регистрировать своих лично приглашенных под любое, даже неактивное место, забронированное. То есть даже под неактивные места, я вам это уже говорила, регистрировать можно. Но они будут регистрироваться по порядку. Сначала под первое, потом под второе. Под третье, потом под четвертое. Такого не будет, что под первое, третье, либо под второе, четвертое. По порядку. Первое, второе, третье, четвертое. Вы, я сейчас дальше это буду рассказывать про доп. места еще При этом вы будете получать выплату за лично приглашенных, приплепленных даже за неактивное бизнес-место И что самое важное, степы, которые образуются под неактивным бизнес-местом, полностью сохраняются То есть при активации этого места вы получаете полностью все ранее накопленные выплаты за степы под этим дополнительным местом Это то, про что я вам и говорила Так, здесь еще такой момент есть Что, вот про что хотела сказать Внутри у нас уже есть эта функция Вы сейчас ее, наверное, просто пока не видите Это в бизнес-программе, скорее всего, она есть Либо она просто не включена еще в активную Она уже есть, эта функция, что вы можете оплачивать У нас будет дальше различные еще программы мероприятия проходить Отдельные там тренера приезжать И вот места То есть вы сможете оплачивать внутри своего кабинета Вы сможете свои покупки оплачивать заработанными здесь деньгами То есть вы не сможете деньги перекидывать между собой Этого функции не будет А внутри свои собственные места И новые активировать И вот дополнительные места проплачивать Вы можете И плюс там функция будет такая Что вы можете частично оплатить здесь И частично оплатить наличкой, скажем так То есть частичная оплата, она тоже будет возможна Дальше Регистрация лично приглашенных под неактивные дополнительные бизнес-места Позвольте вам максимально эффективно расставить людей в своей структуре Но это понятно Дальше Правила Правила бизнес-программы Значит стоимость 125 Здесь я вам рассказывала Срок участия 12 месяцев Одно бизнес-место активное в течение 365 дней Четыре дополнительных бизнес-места Два вида выплат за личную и командную работу Выплаты за приглашение участников в программу старт Если вы в программу старт пригласили человека Сами на 125 находитесь И в программу старт пригласили человека Даже если вас нет в программе старт, все равно 2500 Ну если есть, то понятно 2500, а человек там идет под вас Если вы пригласили в программу премиум на 62 тысячи То вы 10 тысяч сразу получаете Если вы пригласили в программу бизнес, то вы получаете 12500 То есть по факту, какой бы человек у вас не пришел Вы получаете либо 12500, либо 10, либо 2500 Вы можете людей приглашать, показывать им все варианты Они куда пойдут, туда пойдут и вы за своих личников будете зарабатывать. Выплата за командную работу. Первый степ 11, второй 21. Сейчас я вам начну уже на картинках показывать это. Особенности выплаты первого степа здесь есть интересные. Так, давайте сейчас к этому перейдем, потом вернемся к этому правилу. Так, это какой номер у нас? 22. Значит, вот я вам показываю на картинках это. Вот вы и 4 доп. места, вот так вы будете видеть себя в структуре. Я не помню там. Доп. места вы тоже видите сразу. Себя и всех своих личников доп. места вы видите сразу. То есть смотрите, первый степ здесь. Что интересно, первый степ у вас здесь будет степы чередующиеся. 1 справа, 1 слева, 2 справа, 2 слева. Вы пригласили, в бизнес программе есть такое правило, что вы можете получить, закроется первый степ, даже если у вас только один лично приглашенный. А второй, если есть человек спонсора, либо уже спонсорская нога есть, а вы пришли, личника одного пригласили, и у вас степ закрывается, даже при наличии одного лично приглашенного. То есть, еще раз говорю, вы первого пригласили, вы получили и 12 500, и получили 11 000. По факту, у вас только еще один человек, у вас уже, что получается, 23 000 вы получили. Только просто одного личника закрыли, если у вас есть спонсорская нога. А если вот у вас, смотрите, внизу табличка, если у вас два лично приглашенных, это 25 000, и степ сразу же закрывается, 36 000. У вас только два человека, вы уже 36 000 получаете. Понимаете, очень важно максимально быстро, чтобы у вас началось частое получение денег. Причем, ну, еще 36 000 – это очень хорошие деньги. Очень быстро начался возврат денег и доход начался. Так. Здесь все то же самое. Вот так чередуются степы. То есть, смотрите, один справа, один слева, два справа, два слева степа. Опять один справа, один слева, два справа, два слева. Так, 25, 26. Так, ну, здесь просто уже очень подробно все разжевано, скажем так. Вот здесь нарисовано, как это вообще строится. Также могут от реферов приходить к вам люди и вставать в ваши степы. Вот здесь степ, видите, как нарисован. Вы пришли, и человек спонсора. Степ закрылся. Но чтобы степ второй получить 2 к 2, должен обязательно появиться ваш лично приглашенный. Вот он уже встал вот сюда. И здесь приглашенный, видите, как интересно, здесь под вами спонсорские ветки второй человек, это приглашенный вышестоящего, ну, не вашего человека, а спонсорского. А здесь ваш первый пригласил 2-х человек. И вот степ закрылся. Так, что тут нам показывает картинка? Тут, может быть, рефер пригласил человека. От рефера пришел человек, потому что рефер, это, может быть, даже не рефер, а, может быть, у вас человек, есть ваш личник, который находится в базовой программе, он в бизнес пока еще не пошел. Но у него человек пошел в бизнес. И от него приходит к вам человек и встает под вас в бизнес точно так же. Но это вы уже понимаете. Так. Вот здесь нарисована картинка. Скажите, меня, пожалуйста, слышно? Потому что такая тишина в чате. Я думаю, я еще не сама с собой разговариваю. Спасибо. Здесь картинка о том, как расставляются люди. Спасибо, Жанна, деньги любят тишину. Это точно. Здесь как расставляются люди под основные места. Вот почему выгодно, картинка, не картинка, слайд рассказывает о том, почему выгодно развивать дополнительные места. Я прям хочу, чтобы вы это очень сильно прочувствовали. Вот смотрите. Правая, левая сторона. Здесь с самого начала, как это может выстраиваться, но дальше это пошло развитие. Вы можете сначала под основное место развить ноги, вот эти две основных ноги. А эти сами, ну, когда, вот то, что мы будем заходить с вами через к концу вашего курса, первого, здесь так, здесь сразу будет просто все зашли и встали. А дальше вот те, кто будет заходить, у них будет постепенное развитие уже идти. Но вы все зашли и встали, конечно же. У вас будет уже все сразу. Вы сейчас простраиваете по факту себе бизнес-программу, приглашая много личных приглашенных. Это пара. Это не пара. Это два справа, два слева. Степ – это значит шаг. Каждый шаг, два справа, два слева, у вас закрывается степ, вы получаете деньги. Привыкните на нормальное слово. Это как есть в профессиональном языке, какие-то слова, у нас слово степ. Два человека справа, два слева – это степ. Пара – это когда два человека. Получается, у нас две пары. Два слева, два справа. Так, значит, вот смотрите, когда вы начинаете, как вы будете расставлять структуру своих лично приглашенных в бизнес-программе. Сначала у вас пойдет первый в личную ногу, точно так же под основное место, второй под в личную ногу. Видите, личники стоят под ваши дополнительные места, встают. Потом у вас идет следующий человек под основное место. Здесь неправильно, а, здесь второй, вот неправильно нарисованы цифры. Потом пойдет под первое доп. место, треть, четвертый и восьмой. Потом пойдут под второе доп. место, третий и седьмой. Потом пойдет шестой и десятый, и пятый и девятый. То есть, вот у вас таким образом постепенно, сначала первое, второе, третье, четвертое доп. места у вас придут лично приглашенные. И даже если только это посчитать, у вас, видите, я вам это рассказываю всегда на вебинарах, что у вас первый и второй степ закрылся относительно места вы. Относительно места вы закрывается еще степ. 6, 4, 3, 5. Это степ 2 к 2. Относительно места вы закрывается еще степ. Это 7 и 8. И остается еще по одному человеку, 10 и 9, еще по одному здесь придет и закроется снова степ 2 к 2. Это относительно места вы. Вот эти все люди уже посчитались. Дальше. Относительно доп. места. У вас 4 и 2 считаются степ 1 к 1. Дальше степ 2 к 2 здесь пока нет. 2 и 6 считаются степ 1 к 1 относительно места доп. 3. Соответственно, с этой стороны точно так же. 3 и 1 считаются степ 1 к 1 к месту доп. 2. 5 и 1 считаются 1 к 1 к месту доп. 4. То есть вы видели сколько раз уже вот эти цифры, я повторяла, они посчитались относительно разных мест. Поэтому вы делаете 2 основных ноги, строите относительно места вы, потом просто начинаете развивать внутреннюю ногу и по факту у вас 4 пришел, степ закрылся. По четвертым 2 человека появилось, тут уже 8 и 10 есть, степ закрылся. То есть там по факту получается, когда вы развиваете доп. ноги, у вас просто не степ 1 к 1, 1 приходит, степ закрывается, 2 приходят, степ закрывается, 1 приходит, степ закрывается. Вот в этом прелесть доп. мест. Плюс я вам сказала, что вы будете, вот вы свое доп. место активируете, а спонсор, который ваш пригласил, получает за него как за лично приглашенного. Поэтому спонсорам очень выгодно, чтобы вы все свои доп. места активировали. Поверьте, это и команда у них растет, и они еще за каждое ваше доп. место как за лично приглашенного. И вы также будете за всех своих людей получать, конечно же, за каждое их активированное доп. место вы будете получать как за лично приглашенного. Так, и правилом возвращаемся. Ага, тут еще есть моменты, которые я вам не рассказывала. Получение вознаграждения за первый степ возможно при одном лично приглашенного. Галина, это просто такие правила. Доп. места есть только в личной программе. Разрешена регистрация под неактивные доп. места. На момент активации доп. мест все собранные степы сохраняются и оплачиваются. И вот такой еще момент. Значит, смотрите. Доп. места вы можете активировать в любой момент. И регистрировать под них людей можете в любой момент сами. Но они также будут у вас активироваться автоматически. Те, кто сами не будут, они будут активироваться автоматически. Первое доп. место. Забираются деньги на него на активацию. С 34 по 41 степ. По факту получается, что вот смотрите. Вот идет у нас бизнес программа. Сейчас я какую-нибудь открою, где видно. Ну вот, допустим, да. Идет бизнес программа. И вы работаете только на основное место. У вас только вы, основное место, два лично приглашенных, и вы работаете на него. 33 степа – это примерно миллион вы получаете на руки. То есть вы вложили 125 тысяч, миллион вы уже получили. Соответственно, у вас начинается, как только первый миллион вы заработали, у вас программа начинает автоматически высчитывать деньги для активации первого доп. места. Если вы до этого момента его еще сами не активировали. Таким образом, вас программа подталкивает на то, чтобы вы приглашали третьего и четвертого лично приглашенного. Для тех, кто совсем ничего не хочет делать. Если вы даже его приглашать под него не будете, но место это активируется все равно. И так будет происходить каждый миллион. Пока, ну каждый миллион, места всего 4, пока не активируются все 4 доп. места. Но я думаю, что здесь тоже, когда вы получите уже миллион, я думаю, что вопросы, это как бы такой, ну на всякий случай, скажем так, такой шаг. Потому что вы в любом случае будете приглашать людей. Там, где вы даже миллион заработаете, будете видеть перспективы, у вас будет третий, четвертый приглашенный. То есть вы можете либо сами оплачивать раньше, либо они в любом случае у вас после первого миллиона, потом еще миллион, еще миллион, они постепенно все все равно оплатятся. К ней через какое время? Тут написано через, после, с 34 по 41 место. Идут оплаты на первого, с 75 по 83. Вот здесь вот все в программке написано, читайте. По факту это получается 33 степа, это где-то миллион чистыми на руки вы уже получаете. Возможно, более ранняя активация доп. места. Это вы можете делать сами, тогда это не снимается. Максимальное количество выплат здесь в программе «Бизнес» 500 степов с основного места в течение года. Я вам говорила, что 24 миллиона вы будете получать только при 10 личных приглашенных. 500 степов с основного места в течение года и по 250 степов с каждого дополнительного места. Итого 24 миллиона. Поэтому я сразу показываю, что вы сразу рассчитываете на 10 личных приглашенных, сразу их правильно расставляете и это все получится. Это все просчитано именно для того, чтобы программа работала и была всегда. Я думаю, что это для всех очень-очень важно. Обязательное условие для получения выплат с доп. мест это активное основное место. Если у вас основное место уже не активно, вы, может быть, доп. места активировали позже, допустим, через полгода, то обязательное условие для получения любых выплат здесь всегда должно быть активно основное место. Все, больше правил нет. Все остальное... Больше просто в принципе нет правил. Все остальное я вам уже рассказала. Давайте теперь вопросы. Перезагрузка прошла, я так понимаю, в голове. Вот тут еще какой-то есть слайд. Ну, это, думаю, уже... А, ну вот здесь как раз написано, как доп. место. Один начинает считаться слайд. Вот идет основная нога, второй, восьмой, десятый. И доп. места, как считается. Два человека приходит, степ закрывает. Один приходит, степ закрывает. Закрывается. Ребят, давайте по вопросам. Я сейчас пока думаю еще какие, что я могла не рассказать. Давайте по вопросам. Давайте начнем с того. Да, задача понятна, задача проста. На самом деле тут ничего непонятного нет. В бизнес-программе вообще все просто, максимально, абсолютно. Просто с удовольствием заниматься тем, что мы будем заниматься. С удовольствием развиваться будем. И с удовольствием рассказывать об этом людям. Дальше все само автоматически происходит. Иметь 10 лично приглашенных на огромное количество программ. Я знаю, что у организаторов, собирают организаторы на тренинге и по 50, и по 60 человек каждый раз. То есть по факту они 60-50 личников приглашают. И по 100, и по 200 собирают. А мы здесь будем делать это централизованно, вместе с вами, плюс еще сами обучаясь, получая результаты и плюс работая в системе. Про оплату ничего не понятно. Что именно напишите? Через год еще раз. Конечно. Это годовая оплата. А вы в бизнес, когда приходите, в любой бизнес, каждый месяц вообще-то люди закупают товар. Некоторые ежедневно закупают товар. Вот это 125 вложений, помимо тренинга вы еще вкладываете деньги в бизнес. Из заработанных денег это будет, конечно же, немного. Знаете, если вы зарабатываете даже 2 миллиона, поверьте, 125 вы снова вложите в свой бизнес. Люди сегодня вкладывают по 250 тысяч в месяц для того, чтобы получить примерно 150 тысяч чистой прибыли в месяц. Но это в традиционном бизнесе. У меня есть знакомая, у них свои точки с серебром. Она говорит, у меня товарооборот в месяц 250 тысяч. Я каждый месяц закупаю товар на 250 тысяч. И примерно 50 либо 100 тысяч чистой прибыли она имеет с этих общей сложности в месяц. Здесь 125 в год. Это просто вообще ни о чем. И вы товар продаете, он у вас никогда не кончается. Вот вы как будто бы купили товар на 125 и вам его на целый год хватает продавать. Конечно, это обучение продолжительностью жизни, Надежда. А мы с вами и так всю жизнь учимся, 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 учимся и все еще долги создаем. Чем мы будем... Обучение какое? Мы будем чему с вами учиться? Как хорошо выглядеть женщинам? В принципе, например. Потому что элитная женщина. Как себя правильно вести? Как выстраивать отношения в семье? Как заниматься профессионально? Кто захочет? Система лидерства. Как вести продажи? Кто-то захочет научиться профессионально преподавать и вести. Понимаете? То есть вы будете улучшать все сферы своей жизни. Вы не будете там в голове своей таракан... Это сейчас первый этап, когда нужно там маленечко сформировать более-менее все. Вы дальше будете просто жить, обучаться, путешествовать, поднимать свой уровень жизни, свою социальную планку свою очень сильно поднимать. Если вы сейчас находитесь на позиции минус ноль, то когда вы начнете зарабатывать 2-3-5 миллионов, сначала в год, потом в месяц, поверьте, вам нужно будет очень сильно соответствовать тем деньгам, которые вы будете получать. И вы еще ох, как очень сильно захотите очень-очень много в себе изменить. И для того, чтобы вы дальше захотите бизнесы открывать, потому что вы будете думать, а куда же деньги эти вкладывать, поверьте, вам тоже достаточно придется поучиться, чтобы просто начать соображать, а как же эти бизнесы работают. Поэтому очень сильно захочется поучиться. Вы должны четко понимать, что вы должны соответствовать всем тем позициям, на которых вы сейчас заявляете. Если вы хотите просто 2-4 миллиона один раз в жизни заработать, но это тоже вариант. Это и хорошо, Надежда. Разрешите себе, в своей голове понять, что ваша задача, я вам еще раз говорю, я вам сегодня рассказала цифры, показала, как это работает, потому что есть люди, у которых очень логически устроен склад ума. Вот он у меня такой. Я должна четко понимать все, каждую деталь. Но мы все с вами разные, поэтому мы все уникальны, каждый сам по себе. Не для всех это надо. Кто-то должен пирожки стряпать, кто-то крестиком вышивать, а кто-то должен самолеты водить. Понимаете? Если бы мы все были одинаковые, неинтересно было бы жить. Так не бывает. Поэтому кого-то вдохновит одно, кого-то маркетинг очень сильно вдохновит, кого-то обучение, кого-то и то, и другое. У вас дальше будут свои преимущества. Кто-то будет продавать очень сильно тему с деньгами. Понимаете, вот что вас лично больше всего тронет, вы именно то будете продавать. Причем в разные моменты жизни будете продавать разные. Кто-то семью создаст благодаря тренингу отношения, вы так будете продавать тренинг отношения, вы ни про что другое говорить не сможете. А кто-то будет деньги и бизнес продавать бесконечно так, что, знаете, к нему люди будут идти валом валить просто на 125 и говорить, слушай, денег хочу, потом разберусь, что я буду учить. Это всегда так в бизнесе. Найдите, что вас лично здесь трогает. Вот что у вас внутри вас зажигает. Не будьте как все. Все разные. Вот чувствуйте свою уникальность. Ищите, что вам нравится. В себя внутри зажигайте огонь. Я всегда, когда сажусь и занимаюсь новым бизнесом, я ищу, от чего мне очень хорошо. Вот здесь мне очень нравится, лично мне. 100% это тематика и понимание, почему наконец-то у всех будет получаться. Я просто в восторге от того, что наконец-то соединилась в моей голове, в вашей голове соединится картинка понимания, что вот эти цифры не остались просто написанными. Я в восторге от того, что мы будем самые главные сущностные вести заниматься. Слушайте, ну устали уже, все работают, работают, работают. Некогда людям, у нас сейчас следующая тематика будет заниматься собой, научиться давать себе маленькие радости. Мы не умеем вообще полностью радовать себя. Мы настолько заработались, а поэтому и денег нет. И я очень люблю бизнес. Я очень люблю маркетинг. И я очень люблю зарабатывать деньги там, где они на самом деле серьезные зарабатываются деньги. И я от этого реально кайфую просто, когда ты занимаешься серьезным делом. Это огромное чувство морального удовлетворения, знаете, самооценки собственной, вот гордости за то, что ты можешь, когда вы можете все купить своим детям, когда вы можете себя красиво одеть, красиво обуть, разрешить себе, своим родителям, детям и обучение, и полечить всех себя в том числе. Вы знаете, вы так будете собой гордиться. Вот стоит ради чего сейчас просто, во-первых, убрать все страхи, ну не тратьте вы на это время на своих таракашек, ну не нужны они вам. И так всю жизнь все всего боялись. Забито в настолько программ ненужных. Давайте не будем терять нам время в чатах. Не разфокусируйтесь, пожалуйста. Столько обучения. Я вам говорю о том, что куча лишней информации в голове. Вы продолжаете еще забивать голову лишней информации. На сегодня максимально сфокусируйтесь. Невозможно все знать. Давайте будем знать только сущностные, сущностные, главные, основные вещи, основополагающие. Сейчас такой поток информации. Да ни один компьютер не выдерживает. У вас там, посмотрите, насколько гигов стоит компьютер, они не выдерживают. А вы хотите, чтобы все это было в вашей голове. Наша голова это не помойка. Не надо всю информацию туда сливать. Делайте то, что нужно делать сейчас. То, что вам сейчас принесет результат. Мы не киножурнал, хочу все знать. Не должны мы быть такими. Поэтому вот просто получить огромное удовольствие от бизнеса. Ну, каждый бы хотел, чтобы у него была своя нефтяная скважинка. Ну, вот вы ее получили. Только вы этим еще можете с людям поделиться. А те, у кого она есть, они не могут ее поделиться. Тогда им не достанется. Да, напишите. Давайте так. У кого есть слайды сейчас уже? Напишите сейчас, пожалуйста, в чате мне, у кого есть слайды. Светлана, у Татьяны есть слайды. Если не, значит, я отправлю вам. Кому нужны слайды, обращайтесь с спонсором. У Галины Овкина, Александра Шехерева, у Татьяны Хвечени, у Елены Постниковой есть слайды. Кому, кто не может найти, я могу вам отправить готовые слайды, чтобы вы не... И, конечно же, те, кто могут и умеют, и знают подправить слайды, я с удовольствием... Нет, нужны... Стучитесь в личку, я отправлю. Не надо копировать, я вам все отправлю. Зачем вам копировать отсюда, когда я могу вам в формате скинуть и все. Главное, чтобы он у вас открылся потом. Так, нужны, нужны, нужны. Слайды нужно доделывать. Сразу вам всем говорю. В чат отправьте. Ну, хорошо. Я подумаю, как их отправить в чат. Слайды будут переделываться, конечно же. Это вот, знаете, мы их собирали, когда... Сейчас, конечно, я бы их уже сделала по-другому, и они сделаются по-другому, совершенно в новом формате. Но пока есть, как есть. Возможно, там просто много дополнительного лишнего, но пусть они будут хотя бы в таком формате. У вас будут новые, потом эти удалители новые появятся. Да, я вот там кое-какие циферки есть, где нужно подправить ошибки. Давайте это я прям не сделаю, не сейчас. Я сегодня подправлю ошибки в цифрах, чтобы у вас расхождения в голове не было там. Потому что сначала в личную ногу, потом во внутреннюю. Я их все просмотрю, подправлю и вам их отправлю. Хорошо. Я вам могу в чате отправить правила. Давайте я вот что сделаю. Я в чате именно для партнеров, я отправлю написанные правила. Хорошо. Там все прописано в правилах. У некоторых они есть, но я в чате их выложу еще. Это будет хорошо. И еще я посмотрю, у меня там есть информация для рассылки, материалы для рассылки. Вот то, что я некоторым высылала на почту, я давайте эту информацию тоже в чате вам. Буквально сейчас мы с вами закончим, и я вам ее выложу в чате. Для партнеров, ребят. Цените себя. Вот вы мне спрашиваете, пишите в личку, а можно я дам? Да вы можете все, что хотите раздать, если вы не цените себя, свой бизнес, свои деньги, которые вы вложили. Платно всему миру раздать. Платно бесплатят, такое понимание. Пока человек не заплатил, он не ценит. Цена и ценность меняются очень сильно. Да, Галин, я поняла, что вы звонили, у меня завис скайп, я не смогла взять. Сейчас мы это с вами сделаем. Я вас поздравляю, Галина. Давайте поздравим Галину, у нас еще появился один новый партнер, Наталья Полончук. Так, вот, что я вам хотела рассказать еще. Значит, смотрите, у нас будет с вами, я, это пока, ну, информация конфиденциальная, только для своих, да. Мы сейчас будем включать, я вам говорила, что у нас будет еще дополнительное обучение. Что мы будем делать еще, в каких направлениях будет двигаться. Сейчас, секунду. Будет прорабатываться тема. Я просто вчера очень, ну, не очень много с кем, но с кем успела пообщаться. Это было общение по 30, по 40, по 50 минут. На самом деле, такие длительные были разговоры у меня вчера. И, как бы, тематика, я увидела у всех сейчас одна, то, что нужно проработать дополнительно, и мы это с вами еще будем дорабатывать. Это будет прорабатываться тема. Вот, помните, я вам говорила, здесь сейчас находиться, быть счастливым. Тема внутреннего саботажа. Напишите, у кого бывает такое, понимаете, что надо делать, но почему-то не делаете. Подходите, и вас что-то вот начинает отворачивать, что-то еще, 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 еще. Внутренний саботаж. У кого есть плюсики, поставьте. Да, вот мы ее будем прорабатывать. И на этой неделе у нас уже будет она включена. Мы это будем делать в утренние часы. Да. И дальше с самооценкой будет работа идти. Тема будет. И тема, знаете, как она будет звучать? Это будет система радикального прощения. Ну, и там и работа с самооценкой. Будем делать еще радикальное прощение. Вчера прям я некоторыми разговаривала, доводят себя до мазохизма. Люди сами себя своими же ногами. У нас есть такое, когда мы сами себя простить не можем. И кого-то простить не можем. Вот сейчас мы будем отрабатывать тему внутреннего саботажа и радикального прощения. Это параллельно еще с теми знаниями, которые вам дает Ирина. Потом у нас дальше будут тренинги, которые будут очень глубоко прорабатывать эти темы. Но это будет уже отдельная тематика. Вы сейчас тоже достаточно глубоко проработаете это. Они будут записываться. Но это только для первой группы. Еще раз говорю, очень цените себя за то, что вы попали в первую группу. Это то, что я вам говорила, что будет даваться для первой группы. Вы рассказывать это можете дальше людям. Но записи давать не нужно. Теряете ценность, обесцениваете сами себя. Это знаете, как в семье. Но не будут вас ценить. И будет даваться тема еще отдельная. Как же ее правильно назвать там? Очень большая тема. У вас будут там тоже задания. Маленькие-маленькие задания на каждый день. Для того, чтобы вы сейчас уже начали простраивать сами у себя каждый. Понимаете, мы живем здесь и сейчас, а не потом, когда-то. Чтобы вы научились простраивать свой образ жизни. Будет работать очень мощный тренер, очень мощный коуч Оксана Колесникова. Я вам говорила. Оксана – это человек, которого я знаю уже 10 лет. Я огромное количество тренингов прошла у нее. И получила у нее очень большие результаты. И Оксана, как я вам сказала, будет у нас менеджером проекта именно в плане… То есть, руководителем проекта именно в плане обучения. То есть, под ее началом, совместно со мной, конечно же, под ее началом будет приходить все тренера, дальнейшее дополнительное обучение, планироваться все развитие курсов, все остальное. Оксана сама будет у нас преподавать и вести. У нее огромный опыт на самом деле. Поэтому и она великолепный коуч. Просто великолепный коуч. А для второй группы будем потом объявлять. Пока это секретная информация. Давайте про себя, любимых, подумайте. Хорошо маме, хорошо детям. Те, кто сейчас со второй группы, поверьте, для всех будет хорошо. У нас никто не будет обделен. Но первая группа, сейчас это для первой группы объявляется. Мы сделаем для вас тоже. Очень много замечательных вещей. И, конечно же, будем проводить еще дополнительные обучения. Конкретно уже по обучениям разделим. Сейчас с Оксаной мы это вместе уже планируем. Чтобы сократить по времени мои вебинары, мы будем давать отдельные тематики для всех. Для тех, кто приходит первый раз. То есть, у нас будет ознакомительный вебинар отдельно по обидам, по прощению. Ну, такие легенькие, чтобы картинка складывалась, чтобы мне свои вебинары немножечко сократить по времени. Много, очень много планируется разных интересных, замечательных вещей. Поэтому уже на этой неделе для вас будут... Завтра мы с Оксаной обсудим, решим, какую первую тему давать. И уже на этой неделе вы получите еще одно дополнительное занятие от Оксаны Колесниковой. И дальше будет еще. Оксана огромное количество личных знакомств в плане бизнеса. Оксана сама и проводит тренинги тренеров. У нее огромный опыт в этом. Поэтому, поверьте, все только начинается. С чем я нас всех вас и поздравляю. Радикальное прощение, саботаж и организация своего быта здесь и сейчас. Это очень важно сейчас нас всем. Вот, поэтому, пожалуйста, разберитесь хорошо в маркетинге и очень полюбите деньги. Понимаете, ну, надо их любить. Вы просто их не любите. Вы не верите, что они у вас могут быть. Когда вы их полюбите, это будет просто замечательно. И деньги, то, что они дают, нужно очень полюбить. Потому что их хватает на самом деле на все. Просто разрешить самим себе надо все прелести этой жизни. Они нам и даны, для нас же даны, не для кого-то, они для нас даны. И, пожалуйста, по Москве. Я понимаю, что для того, чтобы поехать в Москву, нужны деньги. Очень сильно захотите. Еще есть время. Если вы захотите так же сильно, как вы захотели прийти сюда, у вас столько степов закроется, что вам хватит и долги сейчас перекрыть, и в Москву поехать. Не разрешите себе сейчас повестись на поводу своих... Как это сказать-то слово-то чего? Знаете, это на самом деле даже лень, наверное, больше. И оправданий. Вот как. Оправданий, что у вас сейчас долги, поэтому вы поехать не можете. Оправдания. Не оправдывайте сами себя. Это оправдания. Это не страхи. Вы сами себя оправдываете. Всегда. Поверьте, мы встретимся там с Майком Роучем. Вы познакомитесь с огромным количеством людей. Мы с вами лично там увидимся. Мы, конечно же, там будем собираться вместе не только на тренингах. Мы будем с вами пройти очень много личного времени. Вы настолько приедете абсолютно уверены во всем. Я с вами очень лично хочу, конечно же, познакомиться. У вас тогда просто взрыв произойдет. В Екатеринбург тоже приедет Майкл Роуч. Да. И, возможно, я сейчас этот вопрос решаю. Ну, это уже, скажем так, на 90% решенный вопрос, что в Екатеринбург я тоже приеду. Потому что у нас там люди тоже наши будут. И мы, конечно же, приедем, Женя, еще и в Екатеринбург. Потому что после Москвы мы едем в Екатеринбург. По Екатеринбургу я в ближайшие пару дней информацию дам. Москва. Смотрите, те, кто живет в Москве. Я поговорю. Если для вас удобно в Яхан приезжать и не жить там, я поговорю с Антоном. Возможно ли это, чтобы оплачивалось не проживание, а только участие в бизнес-ретрите с Майклом Роучем? Скажите, для кого это было бы интересно? Именно в Яхан приезжать, а не жить там, чтобы это было подешевле. Чтобы вы приходили именно на Майкл Роучем, но не жили там, не ночевали там. Я думаю, что это было бы подешевле. Я сегодня с Антоном поговорю на эту тему, что местные москвичи, либо те, кто ездит и остановится, чтобы в Яхан приходили только на обучение. Кому не приезжайте. Я знаю, что у нас некоторые живут прямо в 20 минутах из Антона. Да. Каждый решит для себя. Вот. Поэтому я не обещаю, я не знаю, это Антон скажет, как если возможно, значит мы это сделаем. Если нет, то я не к организации тренинга никакого отношения имею. Но я думаю, что все решаемо. В нашем жизни, при наших фантастических возможностях волшебных, мы абсолютно все с вами решим. Вот. Поэтому к Москве собирайтесь. Максимально приглашайте людей, которые придут хотя бы на открытые лекции. Сейчас отношусь к всем, кто в Москве и рядом с Подмосковья живет. Максимально приводите людей на открытые лекции Майкла Роуча. Сейчас еще билеты по полторы тысячи, их очень много. Вы на сайте, наверное, смотрели. Полторы тысячи это два дня. Поэтому это тоже ваши будущие партнеры. Максимально сейте. Выкупайте сейчас билеты хотя бы на вот эти вот открытых два дня. Занимайте места. Я посмотрела, там еще места есть. Еще нет дорогие места. Вот. Ну что, давайте закончим на какой-нибудь очень такой мотивирующей лично для каждого нас фразе. Вы сегодня получили маленькое видение. Вы сегодня чуть-чуть получше. Ну, не чуть-чуть. Хорошо. Уже те, кто поняли, кто-то на 50%, но поняли еще больше возможностей в маркетинге и в бизнесе. Поэтому, знаете, очень сильно себя поблагодарите. Поверьте. Огромные возможности. Огромные возможности. Я сейчас медитацию совместную на бизнес сделать не буду. Сегодня у нас 20 в Москве. Встреча с Ириной еще. И попросим Ирину, чтобы Ирина сделала медитацию совместную еще и на бизнес. Давайте это сделаем. Напишите Ирине все в начале. Ирина, просим вас в конце сделать совместную медитацию на бизнес. Вначале предупредите Ирину. Я напишу ей еще. Сегодня в 20 часов Москвы только для тех, кто на первом курсе. Только для тех, кто на первом курсе. Кто идет на второй, оплатился, они не идут на первый тренинг, ребят. Вот. Поэтому максимально. Вот настолько себя взбодрите энергетически. Вот вы поймите эту дорогу, уже увидите ее. Еще раз говорю, забудьте вы про все свои страхи, про всех своих тараканов. Не тратьте вы на них время. Не занимайтесь вы мазохизмом на самом деле. Жан, я не поняла, от чего вы не поняли. Напишите. И максимально стартуйте. Вот то, чем вы сейчас занимаетесь, какими-то бизнесами, поверьте. Вот вы ими 100% через месяц-два, а кто-то раньше заниматься все равно перестанете. Не теряйте время, пожалуйста. Вебинар сегодня для тех, кто оплаченные участники. Вы оплачены, Жанна, участник? Сегодня вебинара общего нет. В расписании это написано. Сегодня дополнительное занятие для оплаченных участников тренинга. Вот. Приглашаем вас, оплачивайтесь. И вы, да, Ольга. И вы будете тоже присутствовать вместе с нами. Новых людям я сейчас не рекомендую. У нас некоторые люди из первой группы переходят во вторую. Кто-то болел, лежал в больнице. Кто-то куда-то уезжал, пропустил 2-3 занятия. Люди просятся начать все сначала со второй группой. И те, кто сейчас зашли, уже они в эти задания не попадают. Еще раз говорю. Для вас важен результат. Вы с первой группы, вы с первого класса в 11-й не перепрыгнете. У вас будет масса вопросов и масса непониманий. На те тренинги, которые будет давать Оксана Колесникова, все, кто сейчас проплачивается, и вся вторая группа, все идут вместе. Вы сейчас меня услышали, ребят? То, что сейчас будет давать Оксана Колесникова, на это уже пойдут все ваши проплаченные люди, которые идут на второй курс. Поэтому сейчас максимально старайтесь, чтобы до выходных у вас все, кто хотели проплатиться, я завтра это на вебинарах еще объявлю, максимально поторопились, потому что темы будут даваться очень важные Оксаны. И я это разрешаю и делаю в подарок не только для тех, кто на первом. Давайте подбодрим этих и тех людей, которые сейчас идут на второй курс. Вы согласны? Да, я думаю, что это даст рост вашим командам, поэтому это очень-очень важно. Поэтому все, у кого планировалось регистрации, позвоните своим людям, кто планировался. У вас там в командах внутри, я знаю, многие пока чего-то ждут, уже с деньгами сидят, но чего-то ждут. Поэтому максимально сейчас подбодрите, завтра я встречаюсь с Оксаной днем, мы с ней точно решим по дате, завтра что у нас получается, с четверг, ну вот пятница, суббота, воскресенье, у нас три дня, воскресенье точно не будем трогать, пятница, суббота у нас два дня, в которые мы проведем первое занятие с Оксаной. Поэтому максимально постарайтесь, в субботу, наверное, мы это сделаем, с утреца. Поэтому максимально постарайтесь, чтобы до субботы все, кто планировали зайти, зашли, они уже попадут на оплаченные участники и второго потока на то, что будет давать еще параллельно Оксана. Для тех, кто оплатился, первые это 100% идут везде, для первого ВИП-курса у нас вообще всегда и везде будет зеленый свет и открытая дорога, а вторые тоже у нас идут, кто оплатился. Так, если есть еще вопросы, задавайте, если нет, время терять не будем, у нас с вами очень много замечательных дел, нам с вами еще мир менять. И стать очень счастливыми, очень богатыми надо. Для этого нужно не болтать, а делать. Давайте, давайте в чатах будем только нужную информацию. Вопрос-ответ. Займитесь лучше собой, своей жизнью и своими людьми. Это больше даст результатов. И отзывы. Отзывы, пожалуйста, пишите отзывы. Вот сейчас вы увидели видение по маркетингу. Пишите отзывы в чатах во всех. Прошла такая-то встреча. Научитесь, вы как журналистами будьте. Вы же работаете на своей команды, на свои, вы же не знаете, кто там читает. Вы сейчас напишите этот отзыв. 10 человек зарегистрируются, они оказались в вашей спонсорской ноге, приглашенные спонсора. Вот вам результат. Оно так именно выстреливает. Напишите, искренне только пишите, от сердца. Каждый раз пишите, если кого-то что-то искренне. Появилось видение маркетинга бизнеса. И свои ощущения писать нужно сразу, пока эмоции есть. И выкладывайте в чатах. Что именно для вас? Мне вот эта встреча дала то-то, тот. И я сейчас стала лучше разбираться в том-то, том-то. Вспомните все, что вам именно понравилось. И ощущения. Люди слышат ваши ощущения. Мы слышим все сердцем. Как можете, так и пишите. Пишите. Разобралась в маркетинге, Жанна, даже если вы еще не здесь. Разобралась в маркетинге, увидела, поняла, осознала. И вот эти свои эмоции передайте. Мы же с вами девочки, у нас тут больше девочек. Мы же можем очень красиво. Да и мальчики-то еще как красиво говорят. А мы с вами чувствами передаем. Вот чувства передавайте. Как я пришла, Ольга, я всю жизнь организовываю только свои дела. Такая родилась. С самых 18 лет сразу же. И для меня это дело, но не серьезное это дело на самом деле, то, к чему я шла всю жизнь. Сейчас я это четко понимаю. Вся картинка, которая складывалась. Знаете, когда берут и ведут тебя. Когда я вам говорю, не человек делает, человеком делают. Маркетинг, он просто пришел. Я в один прекрасный момент встала, глаза открыла и четко поняла. Я знаю, какая будет базовая программа. Просто не было информации. В голове была тишина, каша, ничего. Потом раз в утром встаю, говорю, Женя, я знаю, какая будет базовая программа. Чих-чих-чих, села, нарисовала, все понятно. Понимаете, оно вот так приходит. Я вам рассказываю, каждый вебинар это как. Бизнес-программа точно так же пришла. Она три раза менялся маркетинг, пока я четко не поняла, что вот все, это дали. Информация пришла, она дана. Мы все это можем, и вы это можете. И мы этому все с всему с вами научимся. Мы именно этим чудесам и будем учиться. Но это не чудеса. Мы очень много будем разных постебать наук. И когда мы с вами пройдем из сакральных знаний курс богини, то, что Марина Селицкий еще вообще никогда нигде не давала, и его знают только отдельные женщины, это то, что Лама Двора Цвели дает из сакральных знаний, и Марина Селицкий будет давать у нас после тренинга отношения курс богини. Поверьте, вы еще такими все богинями станем, не только в бизнесе, но и в жизни, как женщинами станем. Раскроемся наконец-то все. Поэтому очень много нас всего еще ждет. Уже скорее нужно первым группы долги закрыть и дальше уже стартануть. Потом нас уже точно не остановишь. Нас и так-то не остановишь. Нам куда отступать у нас позади? Позади дети. Нам отступать некуда с вами. Ну что, всем спасибо. До свидания. Очень рада была с вами сегодня пообщаться со всеми. Минут через 5 я 10 включу скайп. И все, что с кем нужно было доделать, я доделаю. И информацию я вам в чате отправлю. Поэтому с вас отзывы и огромное количество регистраций. Завтра будет информация вечером по поводу времени встречи с Оксаной. Сегодня мы встречаемся с 20 Москвы с Ириной. Все, запись сегодняшней нашей встречи тоже я сейчас сформатирую и выложу. Но она для скачивания будет. Только для скачивания. Ну как будет, так и будет. Это тоже хорошо. Рада всех видеть, с кем давно не общалась в том числе. Очень сильно. Все, всем спасибо. До свидания. Давайте будем работать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...